День восемнадцатый Совсем бесчувственным и похолодевшим, однако, дотронувшись до его руки, я убедился, что жизнь в нем еще теплится. Я принес воды, побрызгал ему в лицо, но, видя, что он нисколько не приходит в себя, взвалил его себе на плечи и вынес из виселищной ограды. Он медленно очнулся, вперил в меня безумный взгляд, потом вдруг вырвался и побежал в поле. День восемнадцатый Наконец, он зашатался, упал и ранил себе голову. Я обтер ему платком рану, потом обвязал ему голову, оторвав лоскут от своей рубашки. Незнакомец ничего не говорил. Тогда, ободренный его покорностью, я взял его под руку и отвел в табор. За все это время я не мог добиться от него ни слова. В пещере все уже собрались к завтраку. Для меня было оставлено место. Ради незнакомца потеснились, не спрашивая никто ни откуда, таковы обычаи испанского гостеприимства, которых никто не смеет нарушать. Незнакомец принялся пить шоколад с видом человека, безумно нуждающегося в подкреплении сил. Старый цыган спросил, не разбойники ли так его поранили. — Нет-нет, — ответил я. — Я нашел этого сеньора, лежащего в обмороке под виселицей Лос-Арманес. Очнувшись, он тотчас спустился бежать в поле. Тогда, боясь, как бы он не заблудился в зарослях, я за ним погнался и уже готов был схватить его, как вдруг он упал. — Быстрота, с которой он бежал, была причиной того, что он так себя покалечил. Тут незнакомец положил ложечку и, обращаясь ко мне, с серьезным видом промолвил. — Сеньор неправильно выражается. Это, конечно, следствие привитых ему в молодости ошибочных принципов. — Нетрудно догадаться, какое впечатление произвела на меня эта фраза. Однако я сдержался и возразил так. — Сеньор незнакомец, смею тебя уверить, что мне с самых юных лет привиты самые лучшие принципы, которые тем более мне необходимы, что я имею честь быть капитаном Волонской гвардии. — Я имею в виду, — прервал незнакомец, — принципы, лежащие в основе твоего суждения об ускоренном движении тел по наклонной плоскости. — Если ты хочешь обнаружить причины моего падения, ты должен принять во внимание, что виселица расположена на возвышенном месте, и мне пришлось бежать по наклонной плоскости. — Следовательно, надо рассматривать линию моего бега как гипотенузу прямоугольного треугольника, один катет которого горизонтален, а прямой угол ограничен этим катетом и перпендикуляром, опущенным из вершины треугольника, то есть из основания виселицы. — Значит, ты мог бы сказать, что мой ускоренный бег по наклонной плоскости так относится к падению вдоль перпендикуляра, как сам перпендикуляр к гипотенузе. Этот ускоренный бег, определенный таким способом, и вызвал мое падение, а сама по себе быстрота тут ни при чем. Однако это нисколько не мешает мне уважать тебя как капитана Волонской гвардии. После этого незнакомец снова взялся за мою чашку, оставив меня в недоумении, как мне отнестись к его доказательствам, потому что я не знал, серьезно он говорит, и не только хотел надо мной подурачиться. Видя, что рассуждения незнакомца так на меня подействовали, старый цыган решил дать другое направление разговору и сказал. «Этот благородный путник, видимо, в совершенстве владеющий геометрией, конечно, нуждается в отдыхе, так что не надо сейчас заставлять его говорить. И если общество согласно, я заменю его, продолжив вчерашнюю историю». Ревекка ответила, что ничего не может быть приятнее. И он начал. Продолжение истории вожака цыган. «Когда нас вчера прервали, я остановился на том, как тетя Долоноса прибежала с известием, что он за это убежал с Эльвирой, а переодетый мальчиком никакой ужаса буял нас при этой новости. Тетя Торрис, сразу потерявшая сына и племянницу, предалась неистовому отчаянию, а я, брошенный Эльвирой, решил, что мне остается только стать вице-королевой, либо принять кару, которой я боялся пуще смерти. Я как раз раздумывал над своим ужасным положением, когда Дворецкий объявил, что все готово для продолжения путешествия, и подал мне руку, чтобы свести меня с лестницы. Голова моя была так полна мыслью о неизбежности для меня стать вице-королевой, что я, сам того не сознавая, важно поднялся и оперся на руку Дворецкого с видом скромным, но не лишенным достоинства, так что бедные тетки, несмотря на все свое смятение, улыбнулись. В этот день вице-король уже не скакал у моих носилок. Мы застали его в торквы-маде у дверей постоялого двора. Милость, оказанная мне накануне, придала ему смелости. Он показал мне мою перчатку, спрятанную у него на груди, и, подняв руку, помог мне выйти из носилок. В эту же минуту он взял мою руку, легонько пожал и поцеловал ее. Мне было приятно, что сам вице-король так со мной обращается, но тут же пришли на мысль розги, которая наверняка последует за всеми этими знаками глубокого преклонения. Нас оставили на четверть часа в комнатах, предназначенных для женщин, после чего пригласили к столу. Мы уселись в том же порядке, как накануне. Первое блюдо было съедено в нерушимом молчании. Но когда подали второе, вице-король, обращаясь к тете Долоносе, сказал «Я узнал о шутке, которую сыграл с вами ваш племянник, вместе с этим бездельником, мальчишкой и погонщиком. Если бы это случилось в Мексике, они сразу были бы пойманы. Я приказал послать за ними погоню. Если мои люди их задержат, ваш племянник будет торжественно выпорыт на дворе отцов театинцев, а мальчишку-погонщика отправят проветриваться на галеры». Прислой к галеры, сеньора де Торрес тут же лишилась чувств, а я, услышав опорки во дворе отцов театинцев, свалился с кресла. Вице-король с самой утонченной любезностью помог мне встать. Я немного успокоился и с самым веселым видом, на какой только был способен в эту минуту, дождался конца обеда. Когда убрали со стола, вице-король, вместо того, чтобы проводить меня в мои покои, отвел нас троих под деревья напротив постоялого двора и, усадив на скамью, сказал, «Кажется, да, мы немного испугались мнимой суровости, которая чувствуется в моем образе мысли, которую я приобрел, выполняя разные обязанности. Но в действительности она чужда моему сердцу. Я думаю, вы знаете меня только по некоторым поступкам, не догадываясь ни об их поводах, ни о последствиях. Поэтому вам, наверное, будет интересно узнать историю моей жизни. Надо мне вам ее рассказать. Узнав меня лучше, вы, конечно, избавитесь от тревоги, которая вами сейчас вдруг овладела». Тут вице-король молча подождал, что мы скажем. Мы проявили живой интерес к подробностям его жизненного пути. Он поблагодарил нас и, обрадованный таким отношением с нашей стороны, начал. История графа Де Пенье Велес «Я родился в прекрасной местности возле Гранады, в деревянском домике моего отца на берегу очаровательного Хинилья. Вы знаете, что для испанских поэтов наша провинция служит местом действия всех пастушеских сцен. Они так убедительно втолковали нам, будто сам климат наш содействует пробуждению любовных чувств, что немного найдется Гранадцев, которые не провели бы своей молодости, а иногда и всей своей жизни, в волокитстве и любовных похождениях». У нас молодой человек, впервые вступая в свет, начинает с выбора дамы сердца. Если она принимает его поклонение, он объявляет себя ее «эмбебесидо», то есть одержимым ее прелестями. Женщина, приняв такую жертву, заключает с ним молчаливый договор, в силу которого ему одному доверяет свой веер и перчатки. Затем признает за ним право первым приносить ей стакан воды, которую «эмбебесидо» подает, встав на колени. Кроме того, счастливый юноша имеет полномочия скакать возле дверцы ее кареты, подавать ей святую воду в церкви и еще некоторые столь же важные привилегии. Мужья не испытывают ни малейшей ревности от такого рода отношений, да и в самом деле, из-за чего тут ревновать, коли женщины ни одного из этих поклонников не принимают у себя дома, где они, к тому же, целый день окружены дуэньями или служанками. И если уж сказать всю правду, то жена, изменяя мужу, обычно отдает предпочтение кому-нибудь другому, только неодержимому. Она делает это по большей части с каким-нибудь молодым родственником, которому открыт доступ к ней в дом, а самые распутные берут себе любовников из низших сословий. Такую форму имели ухаживания в гранаде, когда я вступил в свет. Однако обычаи эти не увлекли меня. Не по недостатку чувствительности, напротив, сердце мое, быть может, больше, нежели чьё-либо другое, испытывало на себе влияние нашего климата, и потребность обожать была главным чувством, животворившим мою молодость. Но вскоре я убедился, что любовь — вовсе не простой обмен пустыми любезностями, принятые в нашем обществе. Обмен этот, на первый взгляд совершенно невинный, вызывал в сердце женщины интерес к человеку, не имеющему никаких прав на обладание ею. И в то же время ослаблял её чувство к тому, к которому она принадлежала в действительности. Это противоречие казалось мне тем более возмутительным, что я всегда считал любовь и брак чем-то единым. «Последний, украшенный всем очарованием любви, стал тайной и в то же время самой заветной моей мечтой, божеством моих помыслов. Признаюсь, мысль эта так глубоко овладела всеми способностями души моей, что по временам я начинал заговариваться, и меня можно было издали принять за настоящего эмбебесидо». Войдя к кому-нибудь в дом, я вместо того, чтобы вступить в общую беседу, воображал, будто дом этот принадлежит мне и поселял в нём свою жену. Я украшал её комнату прекраснейшими индейскими тканями, китайскими циновками, персидскими коврами, на которых, казалось мне, я уже вижу следы её ног. Вперялся взглядом в кушетку, на которой она будто бы любила сидеть. Если она выходила подышать свежим воздухом, к её услугам были галерея, убранная благовонными цветами и вольера, полная самых редких птиц. Спальня её была для меня осветилищем, в которое даже фантазия моя не решалась проникнуть. Пока я так уносился в своих мечтах, беседа шла своим чередом, и я отвечал на вопросы не в попад. Да всегда резким тоном, недовольный, что мне мешают мечтать. Так странно вёл я себя в гостях. На прогулке тоже не лучше. Если надо было перейти ручей, я брёл по колено в воде, уступая камни жене, опиравшейся на моё плечо и вознаграждавшей мои заботы божественной улыбкой. Детей я любил до безумия. Встретив какого-нибудь ребёнка, я осыпал его ласками, а мать, кормящая младенца грудью, казалась мне венцом творения. Тут вице-король, обращаясь ко мне, промолвил серьёзно и в то же время нежно. В этом отношении я и теперь не изменился и надеюсь, что несравнённая Эльвира не допустит, чтобы к крови её детей было подмешано нечистое молоко кормилицы. Вы не можете представить себе, до чего это замечание меня смутило. Умоляюще сложив руки, я ответил, «Светлейший сеньор, прошу тебя никогда не говорить мне о том, чего я не понимаю». «Очень сожалею, божественная Эльвира», сказал вице-король, что позволил себе оскорбить твою скромность. «Перехожу к продолжению моей истории и обещаю не делать больше таких ошибок». И он продолжал. «Все эти странности привели к тому, что я прослыл в гранаде помешанным, в чём тамошнее общество не вполне ошибалось, говоря, точнее, я оказался помешанным от того, что безумие моё было не похоже на безумие остальных гранадцев. я мог бы снова стать разумным в их глазах, если бы во всеуслышание объявил себя поколённым чарами какой-нибудь из местных дам. Но так как в такой славе нет ничего лестного, я решил на некоторое время покинуть родину. Были и другие поводы, понуждавшие меня к этому. я хотел быть счастливым со своей женой только благодаря ей. Но женись я на какой-нибудь своей землячке, она, следуя местному обычаю, должна была бы принять ухаживание одного из МБС до условия, которое, как вы понимаете, совершенно не соответствовало моим взглядам. Решив переехать куда-нибудь ещё, я отправился к мадридскому двору, но и там нашёл те же самые притворные лужимки, только под другими названиями. Название МБС, которое перешло теперь из Гранады в Мадрид, тогда ещё не было здесь известно. Притворные дамы называли избранного ими, хоть и не осчастливленного возлюбленного Кортехо, а другого, с которым обращались суровие, награждая раза два в месяц улыбкой Галаном. Но независимо от этого все поклонники безразличия носили цвета избранной красавицы и галлопировали возле её кареты, отчего над Прадо целые дни стояла такая пыль, что на улицах, прилегающих к этому прелестному месту прогулок, невозможно было жить. У меня не было несоответствующего состояния, недостаточно славного имени, чтобы обратить на себя внимание двора. Но я выделялся своим искусством в бою быков. Несколько раз король говорил со мной, гранды сделали мне честь ища моей дружбы. Знал я и графа Равельиса, но он, находясь без сознания, не мог меня видеть в тот момент, когда я спас его от смерти. Двум его да и сжачим было хорошо известно, кто я такой, но, видно, они были в это время заняты чем-нибудь другим, иначе не приминули бы потребовать 800 пистолей, обещанных графом в награду тому, который назовет имя его избавителя. Однажды за обедом у министра финансов я оказался рядом с доном Энрике де Торрес, мужем сеньоры, который приехал по своим делам в Мадрид. Я впервые имел честь беседовать с ним, но вид его внушал доверие и я вскоре перевел разговор на свой любимый предмет, то есть на любовь и брак. Я спросил дона Энрике, что и в Сеговии дамы тоже имеют МГБСида, Кортехо и Голанов. «Нет», ответил он, «Пока что обычаи наши не предусматривают лиц такого рода. Наши женщины, отправляясь на прогулки по аллее, носящие название Сокодовер, по большей части держат лицо полузакрытым, и никто не посмеет подойти к ним, идут ли они пешком или едут в карете. Кроме того, у себя мы принимаем только явившихся с первым визитом, как мужчин, так и женщин. Последние проводят вечера на балконах, слегка возвышающихся над улицей. Мужчины останавливаются возле тех балконов, где у них знакомые, и разговаривают с ними, а молодежь, навестив один балкон за другим, кончает вечер возле дома, где есть девушки на выданье. При этом, добавил дон Энрике, из всех балконов в Сеговии мой посещается больше всего. Сестра моей жены Эльвира Денрунья обладает не только необычайными достоинствами моей супруги, но еще и красотой, превосходящей прелесть всех женщин, каких мне только приходилось видеть. Слова эти произвели на меня сильное впечатление. Такая красивая, наделенная такими редкими качествами особа, при том, в краю, где нет Эмбедесида, показалась мне прямо предназначенной для моего счастья. Несколько сеговийцев, с которыми я говорил, единодушно подтвердили отзыв Дона Энрико о прелестях Эльвиры. Я решил увидеть ее своими глазами. Я еще не успел уехать из Мадрида, а чувство мое к Эльвире уже достигло большой силы. Но одновременно увеличилась и моя робость. Приехав в Сеговию, я не решался пойти с визитом ни к Синьору де Торрес, ни к кому-либо другому из тех, с кем я познакомился в Мадриде. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь подготовил Эльвиру к моему появлению, как я был подготовлен к тому, чтобы увидеть ее. Я завидовал тем, кого всюду опережает их имя или светская слава, так как считал, что если я не приобрету расположение Эльвиры с первого взгляда, то все мои дальнейшие усилия будут тщетными. Несколько дней провел я в гостинице, никого не видя. Наконец, велел, чтобы меня отвели на ту улицу, где находится дом сеньора де Торреса. Напротив, я увидел объявление о сдаче квартиры в наем. Мне показали каморку на чердаке, я снял ее за 12 реалов в месяц, взяв фамилию Алонсо и заявив, что приехал по торговым делам. «Пока все мои занятия ограничивались наблюдениями сквозь ставни моих окон, вечером я увидел на балконе сеньору в обществе несравненной Эльвиры. Признаться ли, сперва мне показалось, что я вижу просто хорошенькую девушку, но присмотревшись, я понял, что по сравнению с другими женщинами все черты ее лица озарены невыразимой гармонией, делавшей красоту ее менее броской. Сеньора сама была в то время очень красива, однако, должен признаться, не могла выдержать сравнения со своей сестрой. Засев на своем чердаке, я с несказанным наслаждением убедился, что Эльвира относится с полным равнодушием к воздаваемым ей знаком преклонения и даже, казалось, тяготиться ими. Но, с другой стороны, эти наблюдения совершенно отбили у меня охоту увеличить своей персоной толпу ее поклонников, то есть людей, тяготивших ее. Я решил ограничиваться смотрением в окно, до тех пор, пока не представится более благоприятная возможность завязать знакомство и, говоря по правде, отчасти рассчитывал на бой быков. Ты помнишь, сеньора, что я в то время неплохо пел, поэтому я не мог удержаться, чтобы не дать услышать своего голоса. после того, как все поклонники уйдут, я спускался с чердака и под аккомпанемент гитары со всем тщанием пел тирану. Это я делал несколько вечеров подряд и в конце концов заметил, что общество уходило, только выслушав мое пение. Это открытие наполнило душу мою непостижимо сладким чувством, которое, однако, было далеким от надежды. Так я узнал о ссылке Равельеса в Сеговию. Мной овладело отчаяние, так как я ни минуты не сомневался, что он влюбится в Альвиру. В самом деле, мои предчувствия меня не обманули. Думая, что находится в Мадриде, он публично объявил себя кортеху вашей сестры, взял ее цвета, вернее, тот цвет, который считал ее цветом, и одел своих слуг такого цвета ливреи. С высоты своего чердака я долго был свидетелем этого наглого самохвальства, и с удовольствием убедился, что Эльвира судила о нем больше по его собственным качествам, чем по тому блеску, который его окружал. Но граф был богат. Вскоре он должен был получить титул гранда. Что я мог противопоставить подобным преимуществам? Конечно, ничего. Я был так глубоко в этом уверен, и при том любил Эльвиру с таким полным самоотречением, что в душе даже сам желал, чтобы она вышла за Руэлисом. Я перестал уже думать о том, чтобы познакомиться, и прекратил свои чувствительные напевы. Между тем Руэлис выражал свою страсть одними только учтивостями и не делал никаких решительных шагов к тому, чтобы получить руку Эльвиры. Я даже узнал, что дон Энрике собирается переехать в Вильяку. Привыкнув к удовольствию жить напротив него, я захотел и в деревне обеспечить себе эту радость. Я приехал в Вильяку под видом лабрадора из Мурсии, купил домик напротив вашего и отделал его по своему вкусу. Но так, как всегда можно по каким-то признакам узнать переодетых влюбленных, я задумал привезти из Гранады свою сестру, и чтобы устранить всякие подозрения, выдать ее за мою жену. Уладив все это, я вернулся в Сыговию, где узнал, что Равельас решил устроить великолепный бой быков. Но помню, у сеньоры был тогда двухлетний сынок. «Скажите, пожалуйста, что с ним?» Тетя Торрес, памятуя, что сынок этот и есть тот самый погонщик, которого вице-король хочет отправить на галеры, не знала, что ответить, и, вынув платок, залила слезами. «О, прости, сеньора», сказал вице-король, «Я вижу, что разбудил какие-то мучительные воспоминания, но продолжение моей истории требует, чтобы я остановился на этом несчастном ребенке». «Ты помнишь, сеньора, что он тогда заболел оспой?» Сеньора окружила его самыми нежными заботами, и я знаю, что Эльвира тоже проводила дни и ночи у постели больного мальчика. «Я не мог удержаться от того, чтобы не дать знать сеньоре, что на свете есть кто-то, кто разделяет все ваши страдания, и каждую ночь пел под вашими окнами грустные песни». «Вы не забыли об этом, сеньора?» «О, нет», ответила тетя Торрес, «Я очень хорошо помню». «И недалее, как вчера, рассказывала обо всем этом моей спутнице». Вице-король продолжал, «Во всем городе только и было толков, что о болезни Лансетто, как о главной причине, из-за которой отложено зрелище. Поэтому выздоровление ребенка вызвало всеобщую радость». Наконец празднество наступило, но продлилось недолго. Первый же бык безжалостно расправился с графом и непременно убил бы его, если бы не вмешался я. Погрузив шпагу в загривок разъяренного зверя, я кинул взгляд на вашу ложу и увидел, что Эльвира, наклонившись к сеньоре, говорит, что-то обо мне с таким выражением, что я обезумел от радости. Но, несмотря на это, скрылся в толпе. На другой день Рогельес, немного собравшись с силами, прислал письмо, прося руки Эльвиры. Говорили, что предложение отклонено, но он утверждал обратное. «Однако, узнав, что вы уезжаете в Вильяку, я понял, что он по своему обыкновению хвастает. Я тоже уехал в Вильяку, где зажил как крестьянин, сам ходил за плугом или, во всяком случае, делал вид, что работаю, в то время, как на самом деле этим занимался мой слуга. Через несколько дней после переезда, возвращаясь с Валами домой под руку с сестрой, которую все там считали моей женой, я увидел сеньору с мужем Эльвирой. Вы сидели перед своим домом и пили шоколад. Ваша сестра узнала меня, но я вовсе не хотел быть разоблаченным, однако мне пришла в голову коварная мысль повторить некоторые песни из тех, что я пел во время болезни Лансетто. Я откладывал объяснение, желая прежде узнать наверное, что Роговес отвергнут. Ах, светлейший государь, сказала тетя Торрес, без всякого сомнения, ты получил бы руку Эльвиры, потому что она действительно отвергла тогда предложение графа. Если она потом все-таки вышла за него, так потому что считала тебя женатым. Видно, ответил вице-король, моя ничтожная особа нужна была проведения для другого. В самом деле, если бы я получил руку Эльвиры, хиригуаны, осенебойны и ополачи, не были бы обращены в христианскую веру, и святое знамение нашего искупления крест не был бы утвержден на три градуса дальше к северу от Мексиканского залива. «Может быть, сказала сеньора де Торрес, но зато мой муж и моя сестра до сих пор еще жили бы. Но не смею больше прерывать это интересное повествование». Вице-король продолжал «Через несколько дней после вашего прибытия в Вильяку наручный из гранады принес мне весть о смертельной болезни моей матери. Любовь отступила перед сыновней привязанностью и мы с сестрой покинули Вильяку. Мать, прохворав два месяца, испустила дух в наших объятиях. Я оплакал эту утрату, посвятив этому, быть может, слишком мало времени, и вернулся в Сеговию, где узнал, что Эльвира уже стала графиней Рвелья. В то же время я услышал, что граф обещает награду тому, кто сообщит ему имя его избавителя. Я ответил анонимным письмом и отправился в Мадрид просить о назначении на какую-нибудь должность в Америке. Без труда получив такое назначение, я поспешил сесть на корабль. Мое пребывание в Вильяке было тайной, известной, как я думал, только мне и моей сестре. Но слуги наши страдают от рождения пороком шпионства, проникающего во все треники. Один из моих людей, уволенный мной в связи с отъездом в Америку, перешел на службу к Рорельесу. Он рассказал служанке графининой Дуэньи всю историю покупки дома в Вильяке, моего превращения в крестьянина. Служанка все это повторила Дуэньи, а та, что выслужится перед графом, передала ему. Рорельес, сопоставив анонимность моего письма, мое искусство, выказанное в бою с быком и мой внезапный отъезд в Америку, пришел к выводу, что я был счастливым любовником его жены. Обо всем этом я узнал только позднее. Но по приезде в Америку я получил письмо такого содержания «Сеньор Дон Санчо Де Пенни Сомбра». Меня осведомили о твоих отношениях с негодницей, которую я отныне не признаю графиней Рорельес. Если хочешь, можешь прислать за ребенком, которого она скоро тебе родит. «Что касается меня, я немедленно по твоим следам выезжаю в Америку, где надеюсь встретиться с тобой последний раз в своей жизни». Письмо это повергло меня в отчаяние. Однако вскоре мука моя достигла высших пределов, когда я узнал о смерти Эльвиры, вашего мужа Ира Вельеса, которого я хотел убедить в беспочвенности его подозрений. Но я сделал все, что мог для уничтожения клеветы и признания его дочери законной наследницей рода. Кроме того, я дал торжественную присягу, когда девочка войдет в лета, либо жениться на ней, либо не жениться вовсе. Выполнив эту обязанность, я почел себя вправе искать смерть, которую религия не позволяет мне причинить самому себе. Тогда в Америке один дикий народ, состоящий в союзе с испанцами, вел войну с соседями. Я отправился туда и был принят этим народом. Но для того, чтобы получить, так сказать, право гражданства, я вынужден был позволить, чтобы мне вытатуировали иглой по всему телу изображения змеи и черепахи. Голова змеи начинается на правом плече, тело ее 16 раз обвивается вокруг моего, и только на большом пальце правой ноги кончается хвостом. Для выполнения обряда дикать оператор нарочно колол меня до кости, проверял, не издам ли я строго запрещенного крика боли. Я выдержал испытание. Посреди мучений я уже издали услыхал вопли наших диких неприятелей между тем, как наши затянули погребальный напев. Освободившись из рук жрецов, я схватил дубину и кинулся в самую гущу боя. Победа осталась за нами. Мы принесли с собой 220 скальпов, а меня тут же на поле боя единодушно провозгласили косиком. Через два года дикие племена Новой Мексики перешли в христианскую веру и подчинились испанской короне. Вам, конечно, известен конец моей истории. Я удостоен величайшей чести, о которой только может мечтать подданный испанского короля. Но должен тебя предупредить, прелестная Эльвира, что ты никогда не будешь вице-королевой. Политика мадридского кабинета не позволяет, чтобы в новом свете обладали такой огромной властью женатые люди. С той минуты, как ты соблаговолишь стать моей женой, я перестану носить титул вице-короля. Я могу сложить к твоим ногам только звание испанского гранда и богатства, об источниках которого, так как оно будет нашим общим, я должен тебе еще добавить несколько слов. Покорив две провинции Северной Мексики, я получил от короля разрешение на эксплуатацию одного из богатейших серебряных приисков. С этой целью я вступил в компанию с одним купцом из Веракруса и в первый же год мы получили дивиденд в размере трех миллионов пиастров. Но так как привилегия была на мое имя, я получил на 600 тысяч пиастров больше своего компаньона. Позволь, сеньор, прервал незнакомец, сумма, приходящаяся на долю вице-короля составляла миллион восемьсот тысяч пиастров, а на компаньона миллион двести тысяч. Совершенно верно, ответил старый цыган. Или, проще говоря, продолжал незнакомец, половина суммы плюс половина разности, ясно, как дважды два четыре, сеньор прав, ответил цыган и продолжал. Вице-король, желая подробнее познакомить меня с размерами своего богатства, сказал, на следующий год мы ушли глубже в недра земли, и нам пришлось строить переходы, шахты, галереи. Расходы, составлявшие до тех пор четвертую часть, выросли теперь на одну восьмую, а количество руды сократилось на одну шестую. Тут геометр вынул из кармана табличку и карандаш, но, думая, что у него в руках перо, обмакнул карандаш в шоколад, видя, однако, что шоколад не пишет, хотел обтереть перо о свой черный кафтан, но обтер о юб куревеки. Потом принялся, что-то царапать на своих табличках. Мы посмеялись над его рассеянностью, и цыган продолжал. На третий год затруднения еще усилились. Нам пришлось выписать рудокопов из Перу, которым мы отдали одну пятнадцатую часть дохода, не перелагая на них никаких расходов, которые в тот год возросли на две пятнадцатых. В то же время количество руды увеличилось в шесть четвертью раз по сравнению с прошлогодним. Тут я заметил, что цыган хочет спутать расчеты геометра. В самом деле, придавая своему повествованию форму загадки, он продолжал так. С тех пор, сеньора, наши дивиденды все время уменьшались на две семнадцатых. Но так как я помещал вырученные с рудников деньги под проценты и присоединял к капиталу проценты на проценты, то получил в виде окончательной суммы моего состояния пятьдесят миллионов пиастров, которые и кладу к твоим ногам вместе с моими титлами, сердцем и рукой. Незнакомец между тем, продолжая писать на табличках, встал и пошел по дороге, по которой мы пришли в табор, но вместо того, чтобы идти прямо, повернул на тропинку ветшую к потоку, из которого цыгане брали воду, и вскоре мы услышали плеск, как при падении тела в поток. Я побежал на помощь, кинулся в воду и, борясь с течением, сумел в конце концов вытащить нашего рассеянного спутника на берег. Из него выкачали воду, которой он наглотался, разожгли большой костер, и когда после долгих хлопот геометр наконец очнулся, он, уставившись на нас сумасшедшими глазами, заговорил слабым голосом. Можете быть уверены, что собственность вице-короля составляла 60 миллионов 25161 пиастр, если считать, что доля вице-короля все время относилась к доле его компаньона как 1800 к 1200 или как 3 к 2. Промолвив это, геометр впал в некую литургию, от которой мы не хотели его пробуждать, полагая, что он нуждается в отдыхе. Он проспал до шести вечера и проснулся затем, чтобы совершить одну за другой тысячу нелепостей. Прежде всего он осведомился о том, кто упал в воду. Узнав, что это произошло с ним самим и что я его спас, он подошел ко мне с выражением самой обаятельной приветливости и промолвил «Право, я не думал, что умею так хорошо плавать». Меня очень радует, что я сохранил королю одного из самых храбрых офицеров, так как сеньор в чине капитана Волонской гвардии, ты сам мне это сказал, а память у меня превосходная. Все так и прыснули, но геометр, немало не смутившись, продолжал смешить нас своими несуразностями. Каббалист, тоже занятый своим без устали, говорил о вечном жиде, который должен был сообщить ему кое-какие сведения о двух дьяволах по имени Эмина и Зибельда. Ребекка взяла меня под руку и, отведя немного в сторону, чтобы остальные не могли слышать, сказала, дорогой Альфонс, умоляю тебя, скажи мне, какого ты мнения обо всем, что слышал и видел со своего приезда в эти горы? И что думаешь о тех двух весельниках, которые причиняют нам столько неприятностей? Сам не знаю, что ответить тебе на этот вопрос, сказал я. Тайна, интересующая твоего брата, совершенно недоступна моему пониманию. Со своей стороны, я твердо уверен, что меня усыпили при помощи какого-то питья и отнесли под весельницу. Впрочем, ты сама говорила мне о той власти, какой скрыто пользуются в этих краях гомелесы. Ну да, да, перебила Ревека, мне кажется, они хотят, чтобы ты перешел в веру пророка. И по-моему, тебе надо это сделать. Как? Воскликнул я. И ты тоже их сообщница? Нисколько, возразила она. У меня тут свои соображения. Я ведь говорил о тебе, что никогда не полюблю ни своего единоверца, ни христианина. Но давай присоединимся к остальным, а когда-нибудь в другой раз поговорим об этом подробнее. Ревека подошла к брату, а я направился в противоположную сторону и стал размышлять обо всем, что видел и слышал. но чем больше углублялся в эти мысли, тем меньше удавалось мне свести концы с концами. День девятнадцатый Все вовремя собрались в пещере, не было только старого цыгана. Геометр уже совсем выздоровел и, убежденный, что это он вытащил меня из воды, глядел на меня с тем интересом, с каким мы обычно смотрим на тех, кому оказали важную услугу. Ревека заметила его странное поведение и веселилась в душе, когда кончили завтракать, она сказала «Очень жаль, что не тоже к цыган». Я умираю от любопытства, как он принял предложение руки и капиталов, сделанной вице-королем. Но этот благородный незнакомец наверное сможет вознаградить потерю, рассказав нам свою жизнь, которая должна быть очень интересна. Видимо, он посвящал свое время наукам, не вполне мне чуждым и несомненно все, что касается такого человека, вызывает во мне живейший интерес. Не думаю, возразил незнакомец, чтобы вы посвящали свое время тем самым наукам, первооснова которых обычно непонятно женщинам. Но так как вы так гостеприимно меня приняли, святейшая моя обязанность сообщить вам все, что меня касается. Начну с того, что зовут меня. Зовут меня... Тут он принялся искать в карманах таблички. В самом деле, я заметил, сказал Ребекка, что вы, сеньор, обнаруживаете склонность к рассеянности, но представить себе не могла, что вы можете быть до такой степени рассеянным, чтобы не помнить своего собственного имени. Ну, вы правы, ответил геометр. От природы я совсем не рассеян, но отец мой, однажды по рассеянности, подписав имя своего брата вместо своего собственного, сразу потерял жену, имущество и положение. Чтобы не впасть в подобную ошибку, я записал свое имя на этих вот табличках и каждый раз, как мне надо подписываться, точно переписываю его с них. Но ведь мы просим, сказала Ребекка, чтобы сеньор рассказал нам о себе, а не подписывал свое имя. В самом деле вы правы, ответил незнакомец и, спрятав таблички в карман, начал. История геометра Меня зовут Дон Педро Веласкес. Я происхожу из знаменитого рода маркизов де Веласкес, которые со времени изобретения пороха все служили в артиллерии и были искуснейшими офицерами этого рода оружия в испанской армии. Дон Рамиро Веласкес, главнокомандующий артиллерией при Филиппе IV, был возведен в степень гранда при его преемнике. У Дона Рамиро было два сына, оба женатые. Титул и владение сохранила только старшая линия, однако, чуждая спразности, связанные с придворными должностями, отдавала все время тем достойным трудам, которым обязана была своим возвышением и по мере сил всегда и всюду старалась оказать поддержку младшей линии. Так было вплоть до Дона Санчо, пятого герцога Веласкеса, правнука старшего сына Дона Рамиро. Этот достойный муж, как и его предки, занимал должность главнокомандующего артиллерией и, кроме того, был наместником Галисии, где обыкновенно и жил. Он женился на дочери герцога Альбы. Брак этот был столь же счастливым для него, сколь почетным для всего нашего рода. Однако надежды Дона Санчо осуществились не вполне. Герцогиня родила ему одну только дочь по имени Бланка. Герцог предназначил ее в жены одному из Веласкесов младшей линии, которому она должна была передать титул и имущество. Отец мой, Дон Энрике, и брат его, Дон Карлос, только что лишились отца, потомка Дона Рамиро в том же колене, что и герцог Веласкес. По приказу герцога обоих переселили к нему в дом. Моему отцу было тогда двенадцать лет, а дяде одиннадцать. Характеры у обоих были совершенно разные. Отец был серьезным, углубленным в науке, необычайно нежным юношей, тогда как брат его Карлос, легкомысленный, ветреный, ни минуты не мог усидеть за книгой Дон Санчо, узнав их отличительные особенности, решил, что его зятем будет мой отец. А чтобы сердце Бланки не сделало противоположного выбора, он отослал Дона Карлоса в Париж получать образование под наблюдением графа Эрейры, его родственника и тогдашнего посла во Франции. Отец мой своими отменными качествами, добрым сердцем и трудолюбием с каждым днем приобретал все большее благоволение герцога. А Бланка, знавшая, кого ей выбрали суженным, все сильнее к нему привязывалась. Она даже разделяла интересы своего молодого возлюбленного и следовала за ним издали по стезе науки. Представьте себе молодого человека, чьи замечательные способности охватывают весь круг человеческих знаний в возрасте, когда другие только приступают к усвоению начал. Затем представьте себе этого самого молодого человека, влюбленным в особого одного с ним возраста, блещущего необычайными качествами, жаждущего понять его и счастливую его успехами, в которых она сама как бы участвует. И вы легко поймете, как счастлив был мой отец в этот краткий период своей жизни. И почему бы Бланка могла не любить его? Старый герцог гордился им, вся провинция уважала его, и ему не было еще двадцати лет, а слава его уже перешагнула границы Испании. Бланка любила своего нареченного только из самолюбия. Дон Энрике, дышавший ею одной, любил ее всем сердцем. К старому герцогу он относился с не меньшим чувством, чем к его дочери, и часто с грустью думал о своем отсутствующем брате Карлосе. «Дорогая Бланка», говорил он своей возлюбленной, «ты не находишь, что для полноты счастья нам не хватает Карлоса? У нас достаточно красивых девушек, которые могли бы благотворно повлиять на него. Правда, он легкомыслен, редко мне пишет, но милая, ласковая женщина сумела бы привязать его сердце к себе, «Бланка, моя любимая, я боготворю тебя, уважаю твоего отца, но если природа наделила меня братом, зачем провидение нас с ним так долго разделяет?» Однажды герцог велел позвать моего отца и сказал ему, «Дон Энрике, я только что получил от нашего милостивого повелителя короля письмо, которое хочу тебе прочесть, слушай, милый кузен, на последнем нашем совете мы решили перестроить некоторое укрепление нашего королевства на основе новых планов, мы видим, что Европа колеблется между системой Дона Вобана и Дона Когорна. Будь добр привлечь самых искусных людей к разработке этого вопроса. Пришли нам их планы, и если мы найдем среди них удачные, автору будет доверено их осуществление. Кроме того, наше королевское величество наградит его по заслугам. припоручаем тебе милости Божией и пребываем благосклонным к тебе королем. Ну как, сказал герцог, чувствуешь ты себя достаточно сильным, дорогой Энрике, чтобы вступить в борьбу. Предупреждаю тебя, что соперниками твоими будут опытнейшие инженеры не только Испании, но и всей Европы? Отец мой подумал, потом ответил уверенно. Да, сиятельный герцог, и хотя я только вступаю на поприще инженера, ваше сиятельство может не сомневаться во мне. Отлично, сказал герцог, постарайся выполнить эту работу как можно лучше, и как только кончишь, я больше не стану откладывать вашего счастья. Бланка будет твоей. Вы можете представить себе, с каким пылом отец мой принялся за работу? Дни и ночи сидел он, склонившись над столом, а когда усталый дух неодолимо требовал отдыха, проводил это время в обществе Бланки, беседуя о своем будущем счастье и о радости, с какой он обнимет вернувшегося Карлоса. Так прошел целый год. К концу накопилось множество планов, присланных из разных краев Испании и стран Европы, все они были опечатаны и сложены в канцелярии герцога. Отец мой увидел, что пора кончать работу и довел ее до той степени совершенства, о котором я могу дать вам лишь слабое представление. Он начинал с определения основных принципов атаки и обороны, а затем устанавливал, в чем Кагорн следовал этим принципам и доказывал, что всякий раз, как он от этих основ отступает, так впадает в ошибку. Вобана отец ставил гораздо выше Кагорна, однако предсказывал, что он еще изменит свою систему, и это впоследствии подтвердилось. Все эти аргументы подкреплялись не только научной теорией, но, кроме того, подробными правилами возведения укреплений и особенностями данной местности, а также сметами и математическими расчетами непонятными даже для людей, самых сведущих в науке. Уже поставив точку, отец обнаружил в своем произведении еще много изъянов, которых сразу не заметил, но с трепетом отнес рукопись герцогу, а тот на другой день вернул ее со словами «Дорогой племянник, ты одержал победу». «Я сейчас же перешлю твои планы, а ты думай только о свадьбе, которую мы скоро сыграем». Отец в восторге упал к ногам герцога и промолвил «Сиятельнейший герцог, позволь приехать моему брату, счастье мое не будет полным, если я не обниму его после такой долгой разлуки». Герцог нахмурившись ответил «Предвижу, что Карлос будет морочить нам голову своими словословиями двору Людовика XIV, но раз ты просишь, я пошлю за ним». Отец поцеловал руку герцогу и пошел к своей невесте. С этих пор он больше не занимался геометрией и любовь наполнила все мгновения его существования, все способности его души. Между тем король, принимавший строительство фортификации близко к сердцу, приказал тщательно рассмотреть все планы. Единогласно принята была работа отца. Вскоре отец получил письмо министра, где тот передавал ему высочайшее одобрение и по поручению короля спрашивал, какой отец желает награды. В письме на имя герцога министр давал понять, что молодой человек, если бы пожелал, мог бы получить звание первого полковника артиллерии. Отец отнес письмо герцогу, который со своей стороны прочел адресованное ему, но при этом отец заявил, что никогда не осмелится принять должность, которую, по его мнению, пока не заслужил, и просил герцога от его имени ответить министру. Герцог возразил на это. Министр писал к тебе, и ты сам должен ему ответить. Несомненно, министр имел на это свои причины. В письме ко мне он называет тебя молодым человеком. Наверное, твоя молодость заинтересовала короля, и министр хочет представить ему собственноручное письмо юноши, подающего такие надежды. Но, впрочем, мы сумеем написать это письмо без излишней самонадеянности. с этими словами герцог сел за столик и стал писать «Ваше высокопревосходительство, одобрение его королевского величества, переданное вашим высокопревосходительством, величайшая награда для каждого благородного костильца. однако ободренной его добротой осмеливаю спросить его королевское величество об утверждении моего брака с бланкой Веласки с наследницей владений и титулов нашего рода. Перемена семейного положения не ослабит моего рвения на службе родине и монарху. Я буду бесконечно счастлив, если когда-нибудь сумею работой своей заслужить назначение на должность первого полковника артиллерии, которую многие мои предки с честью отправляли. Покорный слуга вашего высокопревосходительства и так далее. Отец поблагодарил герцога за то, что тот взял на себя труд написать письмо и пошел к себе, переписал его слово в слово, но в то мгновение, как хотел его подписать, услышал, как на дворе кто-то крикнул «Дон Карлос приехал! Дон Карлос приехал!» «Кто-кто? Мой брат? Где он? Дайте мне его обнять!» «Будь добр докончить письмо, дон Энрике», сказал ему посланный, который должен был сейчас же ехать к министру. «Отец, не помня себя от радости в связи с приездом брата и понуждаемый посланным вместо Энрике написал Дон Карлос Веласкес, запечатал письмо и побежал встречать брата. Оба брата первым делом горячо обнялись, но Дон Карлос тут же отступил назад, захохотал во все горло и промолвил «Милая Энрике, ты ни дать не взять скоромуш из итальянской комедии. У тебя брыжи вокруг подбородка, словно тазик для бритья, но все-таки я люблю тебя по-прежнему. А теперь пойдем к старому добряку». Они вошли вместе к старому герцогу, которого Карлос чуть не задушил в своих объятиях, согласно обычаю, царившему тогда при французском дворе, а затем обратился к нему с такими словами «Дорогой дядя, милейший посол дал мне письмо к тебе, но меня угораздило потерять его у моего банщика». Да это не имеет значения. «Грамун, Роклер и все старики сердечно тебя целуют». «Но, дорогой мой племянник», перебил герцог, «я не знаю ни одного из этих господ. чем хуже для тебя», продолжил Карлос, «это очень милые люди». «Ну, где же моя будущая невестка?» «За это время она, наверное, безумно похорошела». Тут вошла бланка. Дон Карлос без всяких церемоний подошел к ней и сказал, «Моя божественная невестка, наши парижские обычаи позволяют нам целовать красивых женщин». И с этими словами он поцеловал ее в щеку к великому удивлению Дона Энрике, который всегда видел бланку, окруженной целой свитой женщин и не осмелился ни разу поцеловать даже край ее платья. Карлос наговорил еще массу вздора огорчившего его брата и приведшего в негодование старого герцога. В конце концов дядя строго сказал ему, «Иди и переоденься с дороги». У нас нынче вечером бал, и не забывай, что прилично за горами, то у нас считается нахальством. Дорогой дядя, ответил нисколько не смущаясь Карлос, «Я надену новый наряд, придуманный Людовиком XIV для своих придворных, и ты убедишься, как этот монарх велик в каждой мелочи. Приглашаю мою прекрасную невестку на сарабанду». Это танец испанский, но как его усовершенствовали французы, и дон Карлос вышел, напевая какую-то арию люли. Брат, очень опечаленный таким легкомыслием, хотел было оправдать Карлоса в глазах герцога и Бланки, но в туне, так как старый герцог был слишком уж настроен против него, а Бланка одобряла все, что от него исходило. Как только начался бал, Бланка появилась одетая не по испанской, а по французской моде. Это всех удивило, хотя она заявила, что это платье прислал ей дед ее посол через дона Карлоса. Это объяснение никого не удовлетворило и удивление было всеобщим. Дон Карлос заставил себя долго ждать. Наконец вышел одетый, как принято при дворе Людовика XIV. На нем был голубой кафтан, весь расшитый серебром, перевязь и выпушки из белого, тоже разукрашенного атласа, воротник из лансонских кружев, наконец необъятных размеров светлой пари. Этот наряд, великолепный сам по себе, казался еще более блистательным среди бедных нарядов, введенных в Испанию последними нашими королями из австрийского дома. Больше не носили даже брыжей, которые придавали наряду хоть немного привлекательности. Их заменили простым воротником, какие можно видеть у ольгвасилов и судейских. В самом деле, как удачно подметил Дон Карлос, наряд этот в точности напоминал костюм скоромуша. Наш вертопрах, выделяясь среди испанской молодежи своим нарядом, еще больше отличался от нее тем, как он вошел в байную залу. Вместо глубокого поклона или каких-либо приветствий он начал кричать на музыкантов с другого конца залы. Эй, бездельники, перестаньте. Если вы будете играть что-нибудь кроме моей сарабанды, я разобью вам скрипки об головы. Потом роздал им ноты, которые принес с собой подошел к бланке и вывел ее на середину залы танцевать. Мой отец признает, что Дон Карлос танцевал неподражаемо, а бланка от природы очень грациозная на этот раз превзошла самое себя. По окончании сарабанды все дамы встали, чтобы приветствовать бланку за ее прелестный танец. Говоря ей эти любезности, они в то же время поглядывали украдкой на Карлоса, словно желая дать ему понять, что он-то и есть подлинный предмет их восторга. Бланка прекрасно поняла эту скрытую мысль, и тайное преклонение женщин подняло достоинство молодого человека в ее глазах. во все время бала Карлос не отпускал бланку, а когда к ним подходил его брат, говорил ему, Энрике, дружище, пойди реши какую-нибудь алгебраическую задачу, ты успеешь еще надоесть бланке, когда станешь ее мужем. Бланка звонко хохотала, поощряла эти наглости, и бедный дон Энрике, совсем растерянный, отходил. Когда послышалось приглашение к ужину, Карлос предложил бланке руку и занял с ней высокое место за столом. Герцог нахмурился, но дон Энрике упросил его на этот раз простить брата. За ужином дон Карлос рассказывал присутствующим о празднествах, устраиваемых Людовиком XIV, особенно о балете под названием «Любовное похождение на Олимпе», в котором сам монарх играл роль солнца, и прибавил, что хорошо помнит этот балет, и что бланка была бы восхитительной Дианой. Он всем роздал роли, и прежде чем встали из-за стола, балет Людовика XIV был полностью обеспечен исполнителями. Дон Энрике покинул Бау. Бланка даже не заметила его отсутствия. На другой день утром мой отец пошел навестить Бланку и застал ее репетирующей с Доном Карлосом сцену из балета. Так прошло три недели. Ярцог становился все мрачнее, Энрике таил свое горе, а Карлос болтал всякие нелепицы, принимаемые дамами как пророческое вещание. Парижские обычаи и балет Людовика XIV до того вскружили голову Бланке, что она не видела ничего вокруг. Однажды за обедом герцогу подали придворную депешу. Это было письмо министра следующего содержания. Светлейший герцог, его королевское величество, наш всемилостивейший государь, дает согласие на брак твоей дочери с Доном Карлосом Веласкесом, кроме того, жалует ему титул гранда и назначает его первым полковником артиллерии, твой покорный слуга и так далее. Что это значит? Воскликнул герцог в величайшем гневе. Откуда взялось в этом письме имя Карлоса, когда я предназначал Бланку жены Энрике? Попросив герцога, чтобы он соблаговолил терпеливо его выслушать, мой отец сказал, я не знаю ваше сиятельство, каким путем в это письмо попало имя Карлоса вместо моего, но уверен, что брат мой к этому совершенно не причастен, и вообще в этом никто не виноват, и быть может подмена это предусмотрена провидением. В самом деле вы сами заметили, что Бланка не имеет ко мне ни малейшей склонности и наоборот очень неравнодушна к Карлосу. Так пускай ее рука особа, титулы, владения достанутся ему, «Я отказываюсь от всех моих прав». Герцог обратился к дочери «Бланка, Бланка, неужели ты так легкомысленна и непостоянна?» Бланка заплакала, лишилась чувств и в конце концов призналась, что любит Карлоса. герцог огорченный до крайности сказал моему отцу «Дорогой Энрике, хотя брат твой отнял у тебя возлюбленную, он не может лишить тебя звания первого полковника артиллерии, к которому я присоединяю определенную часть моих владений». «Прости, герцог», возразил дон Энрике, «имущество твое принадлежит все целиком твоей дочери». «Что же касается звания первого полковника, король правильно поступил, отдав его моему брату, так как я в теперешнем душевном состоянии не способен отправлять ни этой, ни какой-либо другой должности. Позволь мне, герцог, удалиться в какую-нибудь святую обитель, успокоить свою боль у подножия алтаря и посвятить ее тому, который столько претерпел ради нас». отец оставил дом герцога и поступил послушником в монастырь Комедулов. Дон Карлос женился на Бланке, но свадьба была сыграна без всякой пышности, сам герцог не присутствовал. Бланка, доведя своего отца до отчаяния, терзалась теми несчастьями, которых была поводом. Даже Карлос, несмотря на свое обычное легкомыслие, был смущен этой всеобщей печалью. Вскоре герцог заболел подагрой и, чувствуя, что ему уже недолго осталось жить, послал к Комедулам, желая еще раз увидеть своего любимого Энрике. Дворецкий герцог Альварес поехал в монастырь и выполнил поручение. Комедулы, согласно уставу, налагающему на них обет молчания, не ответили ни слова, но провели его к Келье Энрике. Альварес застал его лежащим на соломе, покрытого лохмотьями и прикованного цепью к стене. Отец мой узнал Альвареса и промолвил «Друг мой, как тебе понравилась сарабанда, которую я танцевал вчера?» «Сам Людовик четырнадцатый остался доволен, жаль, только музыканты скверно играли. А что говорит об этом Бланка? 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 Говори же, несчастный, тут отец мой тряхнул цепью, начал грызть себе руки, и с ним случился неистовый припадок безумия». Альварес вышел, заливаясь слезами, и рассказал герцогу о печальном зрелище, которое представилось глазам его. На другой день подагра вступила герцогу в желудок, и жизнь его оказалась под угрозой. За мгновение до смерти он обратился к дочери со словами «Бланка, Бланка, скоро Энрике со мной соединится, мы прощаем тебя». «Будь счастлива», эти последние слова вошли в душу Бланки и отравили ее ядом сердечных угрызений. Она впала в глубокую меланхолию. Молодой герцог ничего не жалел, чтобы развеселить жену, но не в силах этого добиться предоставил молодую женщину ее печали. Выписал из Парижа знаменитую прелестницу по имени Ле-Жарден, а Бланка удалилась в монастырь. Чин первого полковника артиллерии мало подходил Карлосу. Некоторое время он старался выполнять связанные с этим званием обязанности, но, будучи не в состоянии делать это по-настоящему, подал королю прошение об отставке и о предоставлении какой-нибудь должности при дворе. Король назначил его главным хранителем королевского гардероба, и герцог вместе с сеньоритой Ле-Жарден переехал в Мадрид. Мой отец провел у Комедулов три года, в течение которых почтенные монахи с помощью неусыпных забот и ангельского терпения в конце концов вернули ему здоровье. После этого он отправился в Мадрид и пошел к министру. Его провели в кабинет, где сановник обратился к нему с такими словами «Твое дело, Дон Энрике, дошло до короля, который очень разгневался на меня и на моих чиновников за эту ошибку. К счастью, у меня еще было письмо с подписью «Дон Карлос». Вот оно. Будь добр, объясни мне, почему ты не подписался своим именем? Отец взял письмо, узнал свой почерк и промолвил «Я припоминаю, что в ту минуту, когда я подписывал это письмо, мне сообщили о приезде моего брата. Радость, испытанная по этому поводу, видимо, и была причиной моей ошибки. Но не этот промах повлек за собой мои несчастья. Даже если бы патент на чин полковника был выдан на мое имя, я был бы не в состоянии отправлять эту должность. Теперь ко мне вернулись прежние умственные способности, и я чувствую, что могу выполнять обязанности, которые его королевское величество возлагал тогда на меня. «Дорогой Энрике», возразил министр, «Со времени представления проектов фортификации много воды утекло, и у нас при дворе не привыкли освежать в памяти то, что забыто. Единственное, что я могу тебе предложить, это должность коменданта Сеуты. В данный момент у меня только это место не занято. Если согласен занять его, то поезжай, не повидавшись с королем, я признаю, что эта должность не соответствует твоим способностям, и понимаю, что в твоем возрасте не очень приятно поселиться на пустынной африканской земле». «Как раз это последняя причина», сказал мой отец, побуждает меня просить о предоставлении, этого места. Я надеюсь, покинув Европу, избежать ударов судьбы, которые меня преследуют. В другой части света я старым другим человеком и под влиянием более благосклонных светил найду счастье и покоя. Получив назначение, отец занялся приготовлениями к отъезду, потом сел в Алхисерасе на корабль и благополучно высадился в Сеуте. Ликуя, вступил он на чужую землю с тем чувством, которое испытывает моряк, оказавшийся в порту после страшной бури. Новый комендант постарался прежде всего хорошенько узнать свои обязанности, не только для того, чтобы иметь возможность их исполнять, но чтобы исполнять их как можно лучше. Что же касается фортификаций, то над ними ему не было надобности трудиться, так как Сеута, благодаря самому местоположению своему, была достаточно неуязвима для дерберийских набегов. Зато все свои умственные способности он направил на улучшение жизни гарнизона и жителей. Сам он отказался от всяких материальных выгод, какими обычно не пренебрегал ни один из его предшественников. Весь гарнизон боготворил его за такое поведение. Кроме того, отец заботливо пекся вверенных его охране политических заключенных и часто отступал от суровых правил, облегчая им отправку писем к родным, устраивал для них разные развлечения. После того, как в Сеуте все было приведено в надлежащий порядок, отец снова занялся математическими науками. Два брата вернули наполняли тогда ученый мир отголосками своих споров. Мой отец называл их в шутку Этеоклом и Палеником, но в душе глубоко интересовался ими. Он часто вмешивался в сражения, посылая письма без подписи, оказывавшие одной из сторон неожиданную поддержку. Когда великая изопериметрическая задача была представлена на рассмотрение четырех знаменитейших европейских геометров, отец мой переслал им метод анализа, который можно считать шедевром математического мышления. Но никто не допускал, чтобы автор захотел сохранить инкогнито, и его приписывали то одному, то другому брату. Это неверно. Отец мой любил науки, но не ради славы, которую они приносят. Испытанные несчастья сделали его диким и боязливым. Якоб Бернули умер в тот момент, когда должен был одержать решающую победу. Поле боя осталось за его братом. Мой отец прекрасно знал, что этот брат совершает ошибку, принимая в соображение только два элемента кривых линий, но не хотел продолжать борьбу, тревожившую весь ученый Миш. Между тем Николай Бернули не мог сидеть спокойно и объявил войну Маркизу Делопиталю, оспаривая право на все его открытия, а через несколько лет после этого выступил даже против Ньютона. Предметом этих новых раздоров было дифференциальное исчисление, которое Лейбниц открыл одновременно с Ньютоном, которое англичане считали своей национальной гордостью. Таким образом, отец мой потратил лучшие свои годы на наблюдение издали за теми великими боями, в которых знаменитейшие тогдашние умы применяли самое острое оружие, какое человеческий гений только в состоянии раздобыть. Однако при всей своей влюбленности в точные науки не забывал он и о других отраслях знания. На скалах Сеуты можно найти множество морских животных по природе своей близких водорослям и образующих переход от растительного мира к животному. Отец мой всегда держал несколько штук в банках и с удовольствием рассматривал их странное строение. Кроме того, он собрал полную библиотеку творений древних историографов. Этой библиотекой он пользовался для подкрепления доводами, основанными на фактах теории вероятности, изложенной вернули в его произведения искусства предугадываний. Таким образом, всецело отдавшись наукам, переходя по очереди от исследования к размышлению, отец мой почти никогда не выходил из дома. Более того, вследствие неустанного умственного напряжения, он забыл о том страшном периоде своей жизни, когда несчастье одержали победу над его разумом. Однако порой сердце вступало в свои права. Обычно к вечеру, когда мысль уже изнемогает после целодневной работы. Тогда не имели привычки искать развлечений вне дома, он подымался на Бельведер, глядел на море и небосклон, переходящий вдали в темную полоску испанского берега. Этот вид напоминал ему о днях славы и счастья, когда в окружении любящих родных, обожаемой своей возлюбленной, почитаемой знаменитейшими в странах людьми, с душой горящей юношеским одушевлением и озаренной светом зрелого возраста, он ведал все чувства, составляющие наслаждение жизнью, и углублялся в исследование истин, делающих честь человеческому разуму. Потом он вспоминал брата, отнявшего у него возлюбленную, богатство, сан, и оставившего его помешанным на охапке соломы. Иногда он, схватив скрипку, играл ту несчастную сарабанду, которая соединила сердца Карлоса и Бланки. Эта мелодия заставляла его обливаться слезами, и тогда ему становилось легче на душе. Так прожил он пятнадцать лет. Однажды королевский наместник Сеуты, желая повидаться с моим отцом, зашел к нему вечером и застал его, как обычно, в тоске. Подумав немного, он сказал, «Милый наш комендант, будь добр, выслушай меня внимательно. Ты несчастлив, страдаешь. Это не тайна, мы все это знаем, и моя дочь знает тоже. Ей было пять лет, когда ты приехал в Сеуту, и с тех пор не было дня, чтобы она не слышала, с каким обожанием люди говорят о тебе так, как ты на самом деле ангел-хранитель нашей маленькой колонии. Часто она говорила мне, наш милый комендант так страдает от того, что никто не делит с ним его огорчений. Дон Энрике, позволь уговорить тебя, приходи к нам. это развлечет тебя больше, чем вечный подсчет морских валов. Мой отец дал увести себя к Инессе Декадамса. Через полгода женился на ней, а через десять месяцев после их свадьбы на свет появился я. Когда моя слабенькая особа увидела сияние дня, отец взял меня на руки и, подняв глаза к небу, промолвил, о, всемогущая власть, чей показатель бесконечность, последний член всех возрастающих прогрессий, великий Боже, вот еще одно чувствующее создание, брошенное в пространство. Но если ему суждено быть таким же несчастным, как его отец, пусть лучше доброта твоя отметит его знаком вычитания. Окончив эту молитву, отец радостно прижал меня к своей груди со словами «Нет, бедное дитя мое, ты не будешь так несчастлив, как твой отец». Клянусь святым именем Божиим, я никогда не позволю учить тебя математике, а вместо этого ты выучишься искусству танцевать царабанду, выступать в балетах Людовика XIV и творить всякие нелепости и наглости, о каких только я услышу. После этого отец облил меня горькими слезами и отдал акушерке. Теперь прошу вас обратить внимание на мою странную судьбу. отец клялся, что я никогда не буду учиться математике, а выучусь танцевать. А оказалось совсем наоборот. Я обладаю теперь большими познаниями в точных науках, но никогда не мог научиться вообще никакому танцу, не говоря уже о сарабанде, которая давно вышла из моды. Право, я не понимаю, как можно запомнить фигуры контр-данса. Ни одна из них не исходит из одного центра, не подчиняется твердо установленным принципам. Ни одну нельзя выразить с помощью формулы, и я просто не могу представить себе, как это находятся люди, знающие все эти фигуры на память. Когда Дон Педро Галаскес рассказал нам свою историю, в пещеру вошел старый цыган и объявил, что нужно спешно совершить переход и углубиться в тылы Аль-Пухары. Слава Всевышнему, сказал каббалист. Так мы еще скорее увидим вечного жида, а так как ему не позволено отдыхать, он пустится вместе с нами в поход, и мы сможем с ним побеседовать. Он многое повидал. И никто не может быть его осведомленнее. Старый цыган повернулся к Веласкесу и промолвил, а ты, сеньор, желаешь пойти с нами или дать тебе проводника, чтобы он отвел тебя в ближайшее селение? Веласкес минуту подумал. В том ответил. Я оставил кое-какие важные бумаги возле постели, на которой третьего дня заснул, а потом проснулся под веселицей, где меня нашел сеньор-капитан Волонской гвардии. Будь любезен послать в Вентакимаду. Если я не найду своих бумаг, мне незачем ехать дальше, придется вернуться в Сеуту. А пока, если позволишь, могу путешествовать с вами. Все мои люди к вашим услугам, ответил цыган. Я сейчас пошлю несколько человек в трактир. Они присоединятся к нам на первом ночлеге. Шатры были убраны, мы двинулись в путь и, отъехав на четыре мили, устроили ночлег на пустынной вершине горы. День двадцатый Утро прошло в ожидании прихода тех, кого старейшина послал в Венту за бумагами Веласкиса, и мы, охваченные невольным любопытством, всматривались в дорогу, по которой они должны были прийти. Только сам Веласкис, найдя на склоне скалы кусок сланца, отполированного дождем, покрывал его цифрами, иксами и игреками. Написав множество цифр, он вернулся к нам и спросил, почему мы так встревожены. Мы ответили, что тревожимся за судьбу его бумаг. На это он сказал, что тревога о его бумагах говорит о доброте наших сердец, и что как только он кончит свои вычисления, он придет тревожиться вместе с нами. После этого он довел свои выкладки до конца и спросил, почему мы все ждем и не пускаемся в дальнейший путь. «Но сеньор геометр Дон Педро Веласкес сказал каббалист, если ты сам никогда не испытывал тревоги, то, наверное, тебе случалось наблюдать ее у других». «Да, действительно, ответил Веласкес, я часто наблюдал тревогу и всегда думал, что это, наверное, пренеприятное чувство, с каждой минутой прогрессирующее, но так, что никогда невозможно точно обозначить темп этой прогрессии. Но все же можно в общем утверждать, что он находится в отношении обратно пропорциональном силе инерции. Отсюда следует, что я, будучи вдвое невозмутимее вас, только через час достигну данной степени волнения, тогда как вы будете уже на следующей. Рассуждение это относится ко всем страстям, которые можно считать возбудителями волнения. «Мне кажется, сеньор, сказала Ревекка, что ты прекрасно знаешь пружины человеческого сердца и что геометрия самый верный путь к счастью». «Поиски счастья», возразил Веласкес, «по моему разумению, можно рассматривать как решение уравнения высшей степени. Вы знаете, сеньор, это последний член, и знаете, что он составляет сумму всех оснований, но прежде чем исчерпаешь делители, приходишь к мнимым числам, а там смотришь и день прошел в непрерывном наслаждении вычислениями и подсчетами. Вот так и жизнь приходишь к мнимым величинам, которые ты считал действительными ценностями, но в то же время ты жил и даже действовал. Действие всеобщий закон природы, в ней ничто не бездействует. Кажется, вот эта скала находится в покое, в то время как земля, на которой она стоит, оказывает противодействие, превосходящее силу ее давления, но если бы вы, сеньора, могли подложить ногу под скалу, то сразу убедились бы в том, что она действует. «Но разве чувство, которое называется любовью, сказала Ревекка, тоже может быть оценено путем вычислений? Утверждают, например, что близость у мужчин уменьшает чувство любви, а у женщин усиливает. Можешь, сеньор, объяснить это? Вопрос, который сеньора задает мне, ответил Веласкес, говорит о том, что одна любовь развивается в возрастающей прогрессии, а другая в убывающей. Следовательно, должен наступить такой момент, когда влюбленные будут любить друг друга одинаково. Таким образом, проблема разрешается на основе теории максимумов и минимумов, и ее можно представить себе в виде кривой линии, я нашел очень удобный способ разрешения всех проблем такого рода. Допустим, например, что Х в ту минуту, когда Веласкес дошел до этого пункта своего анализа, показались посланные с найденными венте бумагами. Веласкес взял, внимательно просмотрел их и сказал, здесь все мои бумаги, кроме одной, которая хоть и не очень мне нужна, она сильно заинтересовала меня в ту ночь, когда я оказался под виселицей, но неважно, я не хочу вас больше задерживать, мы двинулись в путь. Ехали большую часть дня, а когда остановились, общество собралось в шатре вожака цыган и после ужина попросило его продолжить рассказ о его приключениях. Он начал. Продолжение истории вожака цыган. Вы оставили меня наедине со страшным вице-королем, рассказывавшим мне о своем богатстве. Я прекрасно помню, сказал Веласкес, состояние его составляло 60 миллионов 25 тысяч 161 пиастр. Совершенно верно, подтвердил цыган и продолжал дальше. Если вице-король испугал меня в первую минуту встречи, то еще больший страх я почувствовал после того, как он сообщил мне, что на нем вытатуировано иглой змея, обвивающая его тело 16 раз и кончающаяся на большом пальце левой ноги. До меня уже не доходило все, что он говорил о своих богатствах, но зато тетя Торрес набрала смелости и сказала «Богатства твои, сиятельный сеньор, конечно, велики, но и доходы этой молодой особы тоже значительны». Граф Ровелис возразил вице-король «Своим мотовством нанес большой ущерб своему состоянию, и хотя я не жалел расходов на процесс, мне удалось отстоять только 16 плантаций в Гаване, 22 акции серебряных рудников в Сан-Лукаре, 12 акций филипинской компании, 56 в Асьенто и некоторые более мелкие ценные бумаги. В настоящее время общая сумма составляет всего лишь около 27 миллионов пиастров». Тут вице-король вызвал своего секретаря, велел ему принести шкатулку из драгоценного индийского дерева и, преклонив одно колено, промолвил дочь дивной матери, которую я до сих пор боготворю. Благоволи принять плод тринадцатилетних трудов, так как столько времени понадобилось мне на то, чтобы вырвать это добро из рук твоих алчных родственников. Я хотел было взять шкатулку с благодарной улыбкой, но мысль, что у моих ног стоит на коленях человек, сокрушивший столько индейских голов, а также стыд играть роль, не соответствующую моему полу, наконец, сам не знаю, какое еще замешательство, чуть не привели опять к обмороку. Но тетя Торрес, которые придали удивительную отвагу эти двадцать семь миллионов пиастров, заключила меня в объятия и, схватив шкатулку жестом, быть может, слишком уж обнажающим алчность, сказала вице-королю, «Светлейший государь, эта молодая особа никогда не видела колено преклоненного перед ней мужчины, позволь ей удалиться в ее покое». Вице-король поцеловал мне руку и проводил меня в наши покои. «Оставшись вдвоем, мы заперли дверь на два засова, и только тут тетя Торрес предала с неописуемым восторгом целуя без конца шкатулку и благодаря небу за то, что она обеспечила Эльвире не то, что приличное, а блестящее положение». Вскоре в дверь постучали и вошел секретарь вице-короля вместе с судейским чиновником. Они составили опись находившимся в шкатулке бумагом и взяли с тети Торрес расписку в их получении. Что касается меня, то по их словам, так как я несовершеннолетняя, моей подписи не требуется. «Мы опять заперлись», и я сказал обеим тетям, «Судьба Эльвиры уже обеспечена, но надо еще подумать о том, как отправить фальшивую сеньориту Ровельес в театинцами, где отыскать настоящую». Не успел я это сказать, как обе дамы горько зарыдали. Тетя Долоносе показалось, будто она уже видит меня в руках палача, а сеньора де Торрес задрожала, вспомнив об опасностях, угрожающих бедным детям, которые бродят где-то без приюта и поддержки. Мы разошлись в глубокой печали по своим постелям. Я долго думал о том, как бы выпутаться из-за труднения. Можно убежать, но вице-король сейчас пошлет погоню. Я заснул, ничего не придумав, а между тем до Бургаса оставалось только полдня пути. Положение мое становилось все затруднительнее, однако на другой день пришлось садиться в носилки. вице-король скакал у моей дверцы, смягчая свои обычно суровые черты нежными улыбками, при виде которых кровь стыла у меня в жилах. Так приехали мы в тенистому берегу реки, где нас ждало угощение, приготовленное к нашему приезду жителями Бургаса. Вице-король помог мне выйти из насилок, но вместо того, чтобы подвести к накрытому столу, отвел в сторону от остальных, посадил в тень и, сев рядом, сказал «Дивная Эльвира, чем больше имею я счастья сближаться с тобой, тем больше я убеждаюсь, что небо предназначило тебя для того, чтобы украшать закат бурной жизни, отданной благо родного края и славе моего короля. Я обеспечил Испанию владение филиппинским архипелагом, открыл половину Новой Мексики и привел к покорности немирные племена инков. Все время я только и делал, что боролся за жизнь с волнами океана, непостоянством климата или ядовитыми испарениями открытых мной рудников. Кто же вознаградит меня за лучшие годы жизни? Я мог посвятить их отдыху, сладким радостям, дружбе или чувствам в сто раз еще более приятным. Как не всемогущий король Испании и Индии, что может он сделать, чтобы вознаградить меня? Награды это в твоих руках, неправильная Элилира. Если я соединю свою судьбу с твоей, мне больше нечего будет желать. Посвящая все дни свои открытию новых сторон твоей прекрасной души, я буду счастлив каждой твоей улыбкой и полон радости при малейшем доказательстве твоей привязанности, какую ты захочешь мне дать. Картина этого спокойного будущего, которая наступит после тех дых мною бурь, приводит меня в такой восторг, что ночью я решил ускорить наше соединение. Теперь я оставлю тебя прекрасной Эльвирой и поеду как можно скорее в Бургас, где ты узнаешь, что дала нам моя поспешность. С этими словами вице-король преклонил колено, поцеловал мне руку, сточил на коня и помчался в Бургас. Нет надобности описывать вам мое состояние. Я арестовал себе самые неприятные последствия ни дны накончавшиеся, ни милосердной поркой на дворе цовки отенцев. Хотел было подойти к обеим теткам, которые подкреплялись за столом, думал сообщить им о новом решении короля, но это не удалось. Недреманный гофмаршал настаивал, чтобы я скорее садился в носилки и пришлось ему подчиниться. У ворот Бургаса нас ждал паш моего будущего супруга, объявивший нам, что нас ждут во дворце архиепископа. Холодный пот, выступивший у меня на лбу, дал меня почувствовать, что я еще жив, но в то же время страх погрузил меня в такое состояние безволия, что только встав перед епископом, я пришел в себя. Прилат сидел в кресле против вице-короля. Духовенство занимало места ниже, наиболее знатные жители Бургаса сидели возле вице-короля, и в глубине помещения я увидел алтарь, приготовленный для совершения обряда. архиепископ встал, благословил меня и поцеловал лоб. Терзаемый тысячей чувств, раздирающих всю мою внутренность, я упал к ногам архиепископа, и тут меня словно осенило, я воскликнул Высокопреосвященный Отец, жалься надо мной, я хочу быть монахиней, да-да, желая быть монахиней. После этого заявления, поразившего слух всех присутствующих, я почел за благо упасть в изнеможении. Поднялся, но тотчас снова упал в объятия обеих теток, которые сами еле держались на ногах. Приоткрыв глаза, я увидел, что архиепископ в почтительной позе стоит перед вице-королем и как будто ждет его решение. Вице-король попросил архиепископа, чтобы тот сел на свое место и дал ему подумать. архиепископ сел и тут я увидел лицо моего высокопоставленного обожателя. Более суровое, чем когда-либо, оно имело теперь выражение, способное устрашить самых смелых. Некоторое время он казался погруженным в свои мысли. Потом, гордо надев шляпу на голову промолвил, мое инкогнито окончено. Я вице-король Мексики. Прошу архиепископа не вставать. Все почтительно поднялись со своих мест, а вице-король продолжал. сегодня исполнилось ровно четырнадцать лет, с тех пор, как бесстыдные клеветники распустили слух, будто я отец этой молодой девушки. Я не мог тогда принудить их к молчанию иным способом, как только присягнув, что когда она придет в возраст, я женюсь на ней. Пока она возрастала в прелести и добродетели, король, благосклонно оценивая мои услуги, возвышал меня щиновчины и, в конце концов, удостоил меня звания, которое приблизило меня к трону. Пришел час исполнения обещания. Я попросил у короля разрешения приехать в Испанию для женитьбы. И совет Индии от имени монарха ответил согласием, но с условием, что я сохраню свое звание вице-короля только до того, как состоится свадьба. Одновременно мне было воспрещено приближаться к Мадриду ближе, чем на пятьдесят миль. И я понял ясно, что мне надлежит отказаться либо от брака, либо от монаршего благоволения. Но я дал торжественную клятву, и выбора не было. Увидев дивную Эльвиру, я подумал, что небо хочет свести меня с дороги почести, одарив новым счастьем спокойных домашних радостей. Но так как это завистливое небо призывает к себе души, которых недостоин мир, я отдаю ее тебе, высокопреосвященный отец архиепископ, вели отвезти ее в монастырь Солезианок, и пусть она сейчас же вступит там в послушание. Я поклялся никогда не иметь другой жены и сдержу клятву, напишу королю и попрошу у него разрешения приехать в Мадрид. Вслед за этим страшный вице-король простился с присутствующими мановением шляпы, потом, строго взглянув, надвинул ее себе на глаза и пошел к карете, провожаемой архиепископом, чиновниками, духовенством и всей своей свитой. Мы, остались в комнате одни, не считая нескольких ризничьих разбиравших алтарь. Тогда я затащил обеих теток в соседнюю комнату и кинулся к окну в надежде придумать какой-нибудь способ скрыться и избежать монастыря. Окно выходило на большой двор с фонтаном посредине. Я увидел двух мальчиков, оборванных и изнемогающих от усталости, которые утоляли жажду. На одном из них я узнал одежду, которую отдал Эльвире и сейчас же узнал ее самую. Другой мальчик был Лансетто. Я вскрикнул от радости. В нашей комнате было четыре двери. Первая, которую я отворил, вела на лестницу во двор, где находились наши беглецы. Я со всех ног бросился к ним, и тетя Торрес чуть не умерла от радости, обнимая своих детей. Вдруг мы услышали шаги архиепископа, который, проводив вице-короля, вернулся, чтобы приказать отвезти меня в монастырь с Олезианок. Я еле успел кинуться к двери и запереть ее на ключ. Тетя моя крикнула, что молодая особа снова потеряла сознание и не может никого видеть. Мы поспешно обменялись одеждой, завязали Эльвире голову, будто она ее ранила, падая, таким образом, для большей неузнаваемости, закрыли ей почти все лицо. Когда все было готово, я и Лансетто исчезли, дверь была открыта. Архиепископ уже ушел, но оставил своего викария, который припроводил Эльвиру и сеньору де Торрес в монастырь. Тетя Долоноса отправилась в гостиницу Лас-Россес, где мы назначили сбор и где она сняла удобное помещение. Целую неделю радовались мы к концу этого приключения и смеялись над тем страхом, которого нам пришлось натерпеться. Лансетто, уже переставший быть погонщиком, жил с нами под своим собственным именем как сын сеньоры де Торрес. Тетка моя несколько раз ходила в монастырь Салезианок. Было условлено, что сначала Эльвира обнаружит неудержимое желание стать монахиней, но потом ее пыл понемногу остынет и в конце концов она покинет монастырь и обратится в Рим с просьбой разрешить ей выйти за своего двоюродного брата. Вскоре мы узнали, что вице-король прибыл в Мадрид и был принят там с великими почестями. король разрешил ему даже передачу в порядке наследования владения и титулов племяннику сыну той самой сестры, которую когда-то он привозил в Вильяку. Вскоре после этого он уехал в Америку. Что касается меня, то события этого необычного путешествия еще больше развили во мне легкомысленную склонность к бродяжничеству. С отвращением думал я о том мгновении, когда меня запрут в монастыре театинцев, но дядя моей тетки желал этого и пришлось после всех проволочек, какие мне удавалось создать, покориться своей участи. Тут один из цыган пришел дать вожаку отчет о событиях за день. Все мы заговорили о подробностях этой удивительной истории, но каббалист посулил, что мы услышим куда более любопытные вещи от вечного жида. И получилось, что завтра мы непременно увидим эту необычайную личность. День двадцать первой Мы двинулись дальше, и каббалист, обещавший нам сегодня встречу с вечным жидом, не мог сдержать своего нетерпения. Наконец, мы увидели на отдаленной вершине человека, шагающего с необычайной поспешностью, не обращая никакого внимания на тропинке. «Вон он!» воскликнулся, «Ах, лентяй! Ах, бездельник! Целую неделю тащился сюда из Африки!» Через минуту вечный жид был в нескольких десятках шагов от нас. И уже на этом расстоянии каббалист изо всех сил крикнул ему, «Ну что, имею я еще право на дочерей Соломона?» «Никакого!» ответил вечный жид. «Ты не только утратил все права на них, но и всю власть, какую имел над духами выше двадцать второй степени. Надеюсь, что скоро потеряешь и ту, которую коварно захватил надо мной». Каббалист призадумался было, а потом сказал, «Ну, тем лучше. Я последую примеру сестры. Поговорим об этом подробнее когда-нибудь в другой раз. А теперь, сеньор-путешественник, приказываю тебе идти между мулами вот этого молодого человека и его товарища, которым будет когда-нибудь с гордостью вспоминать история геометрии. Расскажи им историю своего существования. Но предупреждаю правдиво и ясно. Сперва вечный жид не соглашался. Но каббалист молвил ему несколько невнятных слов и бедный бродяга начал так. История вечного жида. Род мой принадлежит к числу тех, которые служили первосвященнику Они и с разрешения Птолемея Филомитора построили храм в Нижнем Египте. Деда моего звали Езикия. Когда знаменитая Клеопатра вышла замуж за своего брата Птолемея Диониса Езикия поступил к ней на службу в качестве придворного ювелира. Кроме того, ему была поручена покупка дорогих тканей и нарядов, а впоследствии и проведение празднеств. Одним словом, могу вас уверить, что дед мой имел большой вес при Александрийском дворе. Говорю это не ради хвостовства, что мне это нужно? вот уже семнадцать веков, нет-нет, даже больше, как я его лишился, ведь он умер в сорок первый год правления Августа. Я был тогда очень молод и почти его не помню, но некто Делли часто рассказывал мне об этих событиях. тут Веласкес перебил вечного жида вопросом, не тот ли это Делли, музыкант Клеопатры, которого часто упоминают Флавий и Плутарх, вечный жид, дал утвердительный ответ и продолжал. Птолемей, которому сестра не приносила детей, решил, что она бесплодна и через три года после женитьбы разлучился с ней. Клеопатра уехала в один из портовых городов на Красном море. Дед мой разделил с ней изгнание, тогда-то он и приобрел для своей повелительницы те две знаменитые жемчужины, одну из которых она растворила и выпила на перу, устроенным Антонием. Между тем, все части римского государства охватила гражданская война. Помпей искал укрытие у Птолемея Диониса, а тот приказал отрубить ему голову. Это предательство, имевшее целью завоевать расположение Цезаря, произвело обратное действие. Цезарь, пожелал вернуть корону Клеопатрия. Жители Александрии встали на защиту своего царя с воодушевлением, которому в истории мы видим мало примеров. Но после того, как из-за несчастной случайности этот монарх утонул, ничто больше не мешало удовлетворению властолюбия Клеопатры. Царица почувствовала, что обязана Цезарю бесконечной благодарностью. Перед тем, как покинуть Египет, Цезарь велел Клеопатре выйти замуж за юного Птолемея, который был одновременно и братом ее, и деверем, как младший брат ее первого мужа Птолемея Диониса. Этому государю было в то время всего 11 лет. Клеопатра была беременна, и ребенка назвали Цезарионом, чтобы устранить всякие сомнения насчет его происхождения. Дед мой, тогда 25-летний, решил жениться. Это, быть может, было немного поздно для еврея, но он испытывал непреодолимое отвращение к женитьбе на женщине родом из Александрии, даже не потому, что иерусалимские евреи считали нас отступниками, а потому, что, по нашему убеждению, на земле должно быть только одно святилище. По мнению наших сторонников, наш египетский храм, основанный онией, как в свое время самаритянский, послужит поводом для отступничества, которого евреи боялись, как неотвратимые угрозы общей гибели. Эти благочестивые соображения, а также скука, сопряженная со всеми придворными должностями, привели к тому, что мой дед решил отправиться в святой город и жениться там. А в это самое время в Александрию приехал со своей семьей один иерусалимский еврей по имени Гилель. Деду понравилась дочь его милее, и свадьбу сыграли с неслыханной роскошью. Клеопатра с юным супругом почтили ее своим присутствием. Через несколько дней после этого царица послала за моим дедом и сказала им «Я только что узнала, друг мой, что Цезарь назначен пожизненным диктатором. Судьба вознесла этого властелина покорителя мира на высоту, на которую не возносил еще никого. С ним не выдерживают сравнения ни Белл, ни Сезастрис, ни Кир, ни даже Александр. Я горжусь, что он отец моего маленького Цезариона. Ребенку скоро исполнится четыре года, и я хочу, чтобы Цезарь увидал и обнял его. Через два месяца я еду в Рим. Ты понимаешь, что въезд мой должен быть достоин царицы Египта. Последний из моих невольников должен быть в золоченых одеждах. Вся моя утварь должна быть вылита из благородного металла и осыпана драгоценными камнями. Для меня ты закажешь платье из легчайших индийских тканей. Никаких других украшений, кроме жемчуга, не надо. Возьми все мои драгоценности, все золото, какое есть в моих дворцах. Кроме того, мой казнохранитель выдаст тебе сто тысяч талантов золотом. Это цена двух провинций, которые я продала царю арабов. Вернувшись из Рима, я отберу их обратно. А теперь ступай и помни, чтоб через два месяца все было готово. Хлеопатрю Хлеопатрия было тогда двадцать пять лет. Пятнадцатилетний брат ее, с которым она четыре года перед тем вступила в брак, любил ее с неистовой страстью. Узнав, что она уезжает, он предался неописуемому отчаянию, а когда, простившись с царицей, он смотрел вслед удаляющемуся кораблю, то им владела такая печаль, что испугались за его жизнь. Через три недели Хлеопатра прибыла в порт Остию. Там ее ждали уже роскошные ладьи, отбуксировавшие ее вверх по Тибру, и она, можно сказать, триумфом вступила в тот город, куда другие цари входили, следуя за колесницами римских военачальников. Цезарь, превосходя всех на свете изяществом обращения, так же, как великодушием, принял Клеопатру с непередаваемой любезностью, но не так нежно, как царица надеялась. Со своей стороны Клеопатра, понуждаемая большей гордостью, чем привязанностью, не обратила особого внимания на эту холодность и решила как можно лучше узнать Рим. Одаренная редкой проницательностью, она скоро узнала, какие опасности грозят диктатору. Она говорила ему о своих предчувствиях, но герой был не способен дать доступ к своему сердцу, чувству, страха. Видя, что Цезарь не придает цены ее предостережениям, она решила извлечь из них как можно большую выгоду для самой себя. Она была уверена, что Цезарь падет жертвой какого-нибудь заговора, и тогда римский мир распадется на две партии. Одна партия друзей свободы имела явным руководителем старого Цицерона, велеречивого умствователя, воображавшего, что он делает великое дело, обращаясь к людям с громкими речами, и мечтавшего о спокойной жизни в своей тускульской вилле, не собираясь однако отказываться от влияния, связанного с положением вождя партии. Эти люди стремились к некой великой цели, но не знали, как взяться за дело, так как не имели никакого жизненного опыта. Другая партия друзей Цезаря, состоящая из храбрых воинов, беспечно пользующихся радостями бытия, удовлетворяла свои страсти, играя на страстях своих сограждан. Клеопатра недолго колебалась в выборе. Она расставила сети женского обольщения для Антония и пренебрегла Цицероном, который никогда не мог ей этого простить, что ясно видно из его тогдашних писем к другу Оттику. Царица, нисколько не интересуясь решением загадки, тайные пружины которой она узнала, поспешно вернулась в Александрию, где юный супруг встретил ее со всем восторгом своего пылкого сердца. Жители Александрии разделили его радость. Клеопатра как будто участвовала в ликовании вызванным ее возвращением. К ней стремились помыслы всех, но люди близко ее знавшие ясно видели, что политические цели были главными двигателями всех ее поступков, в которых было больше притворства, чем правды. В самом деле, как только она обезопасила себя со стороны населения Александрии, так сейчас же поспешила в Мэнфис, где появилась в наряде эзиды с коровьими рогами на голове. Египтяне были от нее без ума. Затем такими же средствами она сумела завоевать расположение нубийцев, эфиопов, ливийцев и других расположенных вокруг Египта народов. Наконец царица вернулась в Александрию, а в это время убили цезаря. И во всех провинциях империи вспыхнула гражданская война. С тех пор Клеопатра становилась все более мрачной, часто задумываясь и приближенные узнали, что она вознамерилась выйти за Антония и водориться над Римом. Однажды утром дед мой явился к царице и показал драгоценности только что доставленные из Индии. Она им страшно обрадовалась, похвалила моего деда за хороший вкус, его усердие при выполнении своих обязанностей и прибавила «Дорогой Лизикия, вот бананы, привезенные из Индии, теми же самыми купцами Серендиба, от которых ты получил свои драгоценности, будь добр, отнеси эти плоды моему юному супругу и попроси, чтобы он их сейчас же съел, если он любит меня». Мой дед выполнил это приказание и молодой царь сказал ему «Если царица заклинает меня моей любовью к ней сейчас же съесть эти плоды, я хочу, чтобы ты был свидетелем, что я ни одного не оставил, но съешь три банана». Он сейчас же почувствовал страшные рези, так что глаза у него полезли на лоб. Он страшно закричал и упал бездыханный на пол. Мой дед понял, что его сделали орудием страшного преступления. Он вернулся домой, разодрал свои одежды, надел вретище и посыпал голову пеплом. Через шесть недель после этого царица послала за ним и сказала, «Тебе, конечно, известно, что Октавиан, Антоний и Лепид разделили между собой Римскую империю. Мой дорогой Антоний получил в Удел Восток, и мне хочется выехать навстречу новому властелину в Киликию. Для этого я поручаю тебе озаботиться постройкой корабля в форме раковины и выложить его изнутри и снаружи перламутром. Верхняя палуба должна быть затянута тонкой золотой сеткой, сквозь которую можно будет видеть меня, когда я предстану в виде Венеры, окруженной грациями и амурами. Ступай и постарайся исполнить мой приказ с обычной твоей понятливостью. Мой дед упал к ногам царицы со словами госпожа «Соблаговоли принять во внимание, что я еврей, и все, что касается греческих божеств, для меня кощунство, которого я ни в коем случае не могу себе разрешить, я понимаю», возразила царица. «Тебе жаль моего юного супруга. Скорь быть твоя справедлива, и я разделяю ее больше, чем сама ожидала. Вижу, языки, что ты не создан для придворной жизни, и освобождаю тебя от обязанностей, которые ты до сих пор нес». Дед мой не заставил ее повторять это дважды. Пошел к себе, запаковался свои пожитки и удалился на берег Мариатийского моря, где у него был маленький домик. Там он горячо занялся устройством своих дел, все время имея в виду переселиться в Иерусалим. Жил в полном уединении, не принимал никого из своих прежних знакомых при дворе, за исключением одного, музыканта Деллия, с которым его всегда связывала искренняя дружба. Между чем Клеопатра, приказав построить точно такой корабль, как говорила, высадилась в Киликии, жители которой в самом деле приняли ее за Венеру. А Марк Антоний, находя, что они не совсем ошибаются, отплыл с ней в Египет, где их союз был отпразднован с роскошью, которая не поддается описанию. Когда вечный жид дошел до этого места своего повествования, каббалист сказал ему, «Но сегодня довольна, друг мой. Мы уже прибыли на ночлег. Проведешь эту ночь, шагая вокруг вон той горы, а завтра пойдешь опять с нами. А то, что я хотел тебе сказать, скажу позже». Вечный жид бросил на него угрожающий взгляд и скрылся в ближайшем ущелье. День двадцать второй. Мы тронулись в путь довольно рано и, отъехав примерно две мили, увидели вечного жида, который, не заставляя повторять приказ дважды, протиснулся между моим конем и мулом Веласкеса и начал так. Продолжение истории вечного жида. Клеопатра, став женой Антония, поняла, что удержать его при себе она сможет, скорее взяв на себя роль Фрины, чем Артемизии. Эта женщина обладала удивительной способностью превращаться из прелестницы в трогательно нежную и даже верную супругу. Она знала, что Антоний со страстью предается наслаждением и постаралась привязать его к себе бесконечными ухищрениями кокетства. Двор ее тотчас последовал примеру царской четы, город последовал примеру двора, а потом вся страна потянулась за городом, так что скоро Египет стал огромной ареной разврата. Бесстыдство проникло даже в некоторые еврейские общины. Мой дед давно переехал бы в Иерусалим, но город только что захватили Порфяне и прогнали Ирода, внука Антиппы, которого Марк Антоний сделал позднее царем над Иудеей. Дед мой, вынужденный оставаться в Египте, сам не знал, куда ему деваться, так как Мариатийское озеро, покрытое лодками днем и ночью, являло весьма непристойной картиной. Наконец, выведенный из терпения, он приказал замуровать выходящие на озеро окна и заперся у себя в доме с женой Милеей и сыном, которого он назвал Мордахеем. Двери дома открывались только перед его верным другом Деллием. Так прошло несколько лет, и когда Ирод был провозглашен царем Иудеи, дед мой вернулся к мысли о том, чтобы поселиться в Иерусалиме. Однажды к моему деду пришел Делли и сказал, «Милый друг, Антони и Клеопатра посылают меня в Иерусалим, и я пришел спросить, нет ли у тебя каких-нибудь поручений? кроме того, прошу тебя, дай мне письмо к твоему тестю Гилилю. Я желал бы остановиться у него, хоть я уверен, что меня станут удерживать при дворе и не позволят мне остановиться у частного человека. Мой дед при виде человека, который едет в Иерусалим, залился горячими слезами. Он дал Деллию письмо к тестю, вручил ему двадцать тысяч дариков для покупки самого лучшего дома во всем городе. Через три недели Делли вернулся и сейчас же дал знать об этом моему деду, предупреждая, что важные дела при дворе позволят ему встретиться с дедом только через пять дней. В назначенный срок он явился и сказал, прежде всего передаю тебе купчую на великолепный дом, который я приобрел у твоего собственного тестя. Вы приложили к ней свои печати, и в этом отношении ты можешь быть вполне спокоен. Вот письмо от самого Гилля, который будет жить в доме до твоего приезда и за это время уплатит тебе за постой. Что касается самой моей поездки, то, признаюсь, я очень доволен. Ирода не было в Иерусалиме, я застал только его тещу Александру, которая позволила мне ужинать с ее детьми, Мариамной и женой Ирода, юным арестовулом, которого предназначили в первосвященники, но он должен был уступить какому-то человеку из самых низших слоев. Не могу тебе выразить, до какой степени восхитила меня красота этой молодой женщины и этого юноши. Особенно арестовул выглядит как полубог, сошедший на землю. Представь себе голову самой прекрасной женщины на плечах самого стройного мужчины. Так как я после своего возвращения только о них и говорю, Антоний решил призвать их ко двору. Конечно, сказала Клеопатра, советую тебе сделать это. Призови сюда жену царя Иудейского и завтра парфяне начнут хозяйничать в самом сердце римской провинции. В таком случае возразил Антоний пошлем хоть за ее братом. Если это правда, что юноша так хорош, назначим его нашим виночерпием. Ты знаешь, я не люблю, когда мне прислуживают рабы, и было бы очень приятно, чтобы мои пажи принадлежали к первым римским семействам, если уж нет сыновей варварского царского рода. Против этого я ничего не не имею, ответила Клеопатра. Что же, пошлем за арестовулом. Боже Израиля и Якова воскликнул мой дед, не верю ушам своим, а Смоней, чистокровный отпрыск Маковеев, преемник Аарона, виночерпием у Антония необрезанца, предающегося всяческому разврату. О, Дели, мне пора умирать. Раздеру одежды свои, облеку свавретище, посыплю главу свою пеплом. Мой дед сделал, как сказал, заперся у себя, оплакивая несчастье Сиона и питаясь только своими слезами. Он, конечно, погиб бы, сраженный этими ударами, если бы Дели через несколько недель не постучал к нему в дверь и не сказал, «Аристову уже не будет виночерпием Антония». Ирод назначил его первосвященником. Дед мой тотчас открыл дверь, возликовал при этой вести и вернулся к прежнему семейному образу жизни. Вскоре после этого Антоний отправился в Армению вместе с Клеопатрой, пустившийся в путь с целью захватить Горную Аравию и Иудею. Далей тоже участвовал в этом путешествии и, вернувшись, рассказал моему деду все подробности. Ирод приказал заточить Александру в ее дворце за то, что она хотела бежать вместе с сыном к Клеопатре, которой страшно хотелось познакомиться с прекрасным первосвященником. Этот замысел был раскрыт неким Кубионом, и Ирод велел утопить Арестовула во время купания. Клеопатра настаивала на мщении, но Антоний возразил, что каждый царь хозяин в своем царстве. Но, чтобы успокоить Клеопатру, подарил ей несколько городов, принадлежавших Ироду. За этим, продолжал Далей, последовали другие события. Ирод получил в аренду от Клеопатры отнятые ею области. Для устройства этих дел мы поехали в Иерусалим. Наша царица хотела немного ускорить сделку, но, что поделаешь, когда Клеопатре к несчастью уже 35 лет, а Ирод до безумия влюблен в свою двадцатилетнюю Марианну. Вместо того, чтобы учтиво ответить на эти заигрывания, он собрал совет и выразил намерение задушить Клеопатру, уверяя, что Антонию она уже надоела и он не будет гневаться. Но совет представил возражение в том смысле, что хотя Антоний в душе был бы этому рад, однако не упустит возможности отомстить. И на самом деле совет был прав. Вернувшись домой, мы опять неожиданно узнали новость. Время Клеопатру обвиняют в том, что она околдовала Антония. Суд еще не начался, но должен скоро начаться. Что ты скажешь на все это, мой друг? Еще не раздумал переезжать в Иерусалим? Во всяком случае не сейчас, ответил мой дед. Я не сумел бы скрыть моей приверженности к дому Маккавеев. А с другой стороны, я убежден, что Ирод будет использовать всякие удобные случаи, чтобы погубить одного за другим всех Осмонеев. Раз ты остаешься, сказал Дейлий, тогда предоставь мне приют у себя в доме. Со вчерашнего дня я оставил двор. Запрем совместе и выйдем только после того, как вся область станет римской провинцией, что, конечно, скоро произойдет. Мое богатство, составляющее 30 тысяч дариков, я отбыл на сохранение твоему тестью, который поручил мне передать тебе арендную плату за дом. Мой дед с радостью согласился на предложение своего друга и замкнулся от внешнего мира еще больше, чем когда бы то ни было. Дейлий иногда выходил из дома, приносил городские новости, а в остальное время преподавал греческую литературу молодому Мордехею, который впоследствии стал моим отцом. Часто читали также Библию, так как дед мой надеялся в конце концов обратить Делия. Вы хорошо знаете, чем кончили Клеопатра и Антоний. Как и предвидел Делий, Египет был превращен в римскую провинцию, но в нашем доме так глубоко укоренилось отчуждение от внешнего мира, что политические события не внесли никакой перемены в прежний образ жизни. В то же время не было недостатка в новостях из Палестины. Ирод, вопреки всеобщим ожиданиям, не только не пал вместе со своим покровителем Антонием, но наоборот искал благоволение Августа. Он получил обратно потерянные области, приобрел много новых, создал войско, казну, огромные запасы зерна, так что его уж стали называть великим. На самом деле, его можно было назвать во всяком случае, если не великим, то счастливым, если бы семейные ссоры не омрачали блеск такого светлого жребия. Как только в Палестине установилось спокойствие, мой дед вернулся к своему прежнему намерению переселиться туда вместе со своим дорогим Мардахеем, которому шел тогда тринадцатый год. Делий тоже искренне привязался к своему ученику и совсем не хотел его оставлять, как вдруг из Иерусалима пришло письмо следующего содержания. Рабби Седекия, сын Галилея, недостойный грешник и последний в святом Синедрионе фарисеев, языки мужу сестры его Милеи шлет привет. Моровая язва, постигшая Иерусалим за грехи Израиля, взяла отца моего и старших братьев моих. Они теперь в лоне Авраамовом, причастники его бессмертной славы. Да истребит небо Саддухеев и всех, кто не верит в воскресение из мертвых. Я был бы недостоин звания фарисея, если бы осмелился загрязнить свои руки присвоением чужого добра. Поэтому я тщательно проверил, не остался ли отец мой кому-нибудь должен. Услыхав же, что дом в Иерусалиме, который мы занимали в течение некоторого времени, принадлежал тебе, я обратился к судьям, но не узнал от них ничего, что подтверждало бы этот замысел. Дом бесспорно принадлежит мне, да истребит небо злых. Я не Саддухеев. Узнал я также, что один необрезанный по имени Делий поместил когда-то у отца моего тридцать тысяч дариков, но, к счастью, я обнаружил, правда, немного испачканную бумагу, которая, по моему разумению, должна быть распиской упомянутого Делия. К тому же человек этот был сторонником Мариамны и ее брата Арестовула, а значит, врагом нашего великого царя. Да истребит его небо вместе со всеми злыми и саддукеями. Будь здоров, милый брат, обними за меня мою дорогую сестру Малейю. Хоть я был очень молод, когда ты женился на ней, но всегда храню ее в своем сердце. Кажется мне, что преданное, которое она принесла в твой дом, несколько превышает долю ей причитающуюся. Но мы поговорим об этом когда-нибудь в другой раз. Будь здоров, милый брат, да направит тебя небо на путь истинного фарисея. Дед мой и Делий долго переглядывались с недоумением. Наконец Делий первый нарушил молчание. Вот последствия удаления от света. Мы надеемся на спокойную жизнь, а судьба располагает иначе. Люди считают тебя засохшим деревом, которое можно по желанию ободрать или выкорчевать червем, которого можно растоптать, словом, бесполезным бременем на земле. В этом мире нужно быть молотом или наковальней, бить либо сдаться. Я был в дружеских отношениях с несколькими римскими префектами, которые перешли на сторону Октавиана, и если бы не пренебрег ими, меня теперь не посмели бы оскорблять. Но свет надоел мне. Я отвернулся от него, чтобы жить с добродетельным другом, а теперь вот является какой-то фарисей из Иерусалима, отнимает у меня мое добро и говорит, что у него есть какая-то грязная бумага, которую он считает моей распиской. «Для тебя потеря не имеет особенного значения. Дом в Иерусалиме составлял едва ли четвертую часть твоего имущества, а я сразу потерял все, и будь что будет, сам поеду в Палестину». при этих словах вышла Милея. Ей сказали о смерти отца и двух старших братьев, а заодно и о недостойном поступке ее брата Садыкии. Обычно в одиночестве все воспринимается гораздо сильнее. Бедную истомила какая-то неизвестная болезнь, которая через полгода свела ее в могилу. Делий уже совсем собрался в Иудею, как вдруг однажды вечером, возвращаясь пешком через квартал Рокотис, получил удар ножом в бок. Обернувшись, он узнал того самого еврея, который принес письмо от Садыкии. Он долго лечился от этой раны, а когда выздоровел, у него пропала охота ехать. Он решил сперва обеспечить себе покровительство сильных и стал думать о том, как бы напомнить о себе прежним своим покровителям. Но у Августа было принято оставлять царей самодержатами в их царствах, значит, надо было выяснить, как Ирод относится к Цедыкии, и с этой целью решено было послать в Иерусалим на разведку верного и толкового человека. Через два месяца посланный вернулся и должил, что звезда Ирода восходит с каждым днем все выше, и что этот хитрый монарх привлек к себе симпатии как римлян, так и иудеев, воздвигая статуи Августа, в то же время обещая перестроить Иерусалимский храм по новому, более величественному плану, чем приводит народ в такое восхищение, что иные листецы уже объявили его предсказанным пророками Мессии. «Этот слух», говорил посланный, «пришелся очень по вкусу при дворе и уже вызвал появление секты. Новых сектантов называют иродианами, и во главе их стоит цедыкия. Вы понимаете, что эти вести сильно озадачили моего деда Иделия, но прежде, чем продолжить рассказ, я должен сказать вам, что наши пророки говорили о Мессии. Тут вечный жид вдруг замолчал и, кинув на каббалистов взгляд полный презрения, промолвил. «Нечистый сын Мамуна, адепт, более могущественный, чем ты, призывает меня на вершину Атлаза. Прощай!» «Ты лжешь!» воскликнул каббалист. «Я обладаю гораздо большей властью, чем шейх Таруданта!» «Ты утратил свою власть в Вентокемаде!» возразил вечный жид, поспешно удаляясь, так что скоро совсем пропал из глаз. Каббалист немного смутился, но не без запинки возразил. «Уверяю вас, что хвостун не имеет представления о половине тех формул, которыми я владею, и узнает их только дорогой ценой. Но поговорим о другом, сеньор Веласкес». «Ты хорошо следил за ходом его повествования?» «Конечно», ответил геометр. «Я внимательно прислушивался к каждому слову, и, по-моему, все, что он говорил, вполне согласно с историей». «О секте иродиан говорится у Тертулиана». «Неужели сеньор так же силен в истории, как в математике?» перебил каббалист. «Не вполне», ответил Веласкес. «Однако, как я уже говорил мой отец, ко всему прилагавший математические исчисления, считал, что ими можно пользоваться и в науке истории, а именно для обозначения в какой степени вероятия находятся совершившиеся события по отношению к тем, которые могли совершиться». Он даже выдвинул свою теорию, так как, по его мнению, можно выражать человеческие деяния и страсти посредством геометрических фигур. Поясню это примером. Отец рассуждал так. Антоний пребывает в Египет, раздираемый двумя страстями, чистолюбием, которое влечет его к власти, и любовью, которая от нее отталкивает. изобразим эти два влечения при помощи двух линий А, Б и А, С под каким угодным углом. Линия А, Б, выражающая любовь Антония к Клеопатре, короче линии А, С, так как в сущности в Антонии чистолюбие было больше, чем любви. Допустим, отношение было как один к трем. Беру отрезок А, Б и откладываю его три раза на линии А, С. Потом провожу параллели и диагональ, которая показывает мне самым точным образом новое направление, образуемое силами действующими по направлению к Б и С. Диагональ эта будет ближе к линии А, Б если мы предположим, что преобладает любовь и продолжим отрезок А, Б. И наоборот, если предположим, что преобладает чистолюбие, диагональ будет ближе к линии А, С. Если бы имело место только чистолюбие, направление действия совпало бы с линией А, С, как, например, у Августа, которому любовь была чужда и которая вследствие этого, хотя был наделен меньшей энергией, гораздо скорее достиг цели. Так как, однако, страсти увеличиваются или уменьшаются постепенно, форма параллелограмма тоже должна претерпевать изменения, и при этом конец получающейся диагонали медленно движется по кривой линии, в которой можно применить теорию теперешнего дифференцированного исчисления, которое прежде называли исчислением флюксой. Правда, мудрый виновник моих дней считал такого рода исторические проблемы приятными забавами, оживляющими однообразие его собственных исследований. Но так как правильность решений зависела от точности данных, отец мой, как я уже говорил, с горячим усердием собирал все исторические источники. Сокровище это долгое время было для меня недоступно. Так же, как и книги по геометрии от того, что отец мой желал, чтобы я знал одни только сарабанды да минуэты и тому подобный вздор. К счастью, я добрался до шкафа и только тогда отдался занятием историей. Позволь мне, сеньор Веласкес, сказал каббалист, еще раз выразить удивление, что ты одинаково сведущ и в истории и в математике. Ведь одна из этих наук основана на соображении, а другая на памяти. И две эти духовные способности друг другу прямо противоположны. Осмелюсь с вами не согласиться, возразил геометр. Соображение помогает памяти, упорядочивая собранные ею материалы, так что в систематизированной памяти каждое понятие обычно предшествует возможным выводам. Но я не спорю, что как память, так и соображение могут быть действительно применены только к определенному кругу понятий. Я, например, прекрасно помню все, чему меня учили источных наук, историй народов и естественной истории. И в то же время часто забываю о мимолетных отношениях с окружающими меня предметами. Или, проще говоря, не вижу предметов, попадающихся мне на глаза и часто не слышу того, что мне кричат прямо в уши. На этом основании иные считают меня рассеянным. Верно, верно, сеньор, заметил каббалист. Теперь я понимаю, каким образом ты упал тогда в воду. «Разумеется», продолжал Веласкес, «я сам не знал, как очутился в воде в такую минуту, когда меньше всего предполагал. Но это происшествие очень меня радует, тем более, что оно дало возможность сохранить жизнь этому благородному юноше, капитану Волонской гвардии. При всем том, я предпочел бы оказывать такие услуги как можно реже, потому что не знаю более противного ощущения, чем наглотаться воды натощак. Обменявшись несколькими фразами в том же роде, мы прибыли на место ночлега, где нас ждал уже приготовленный ужин. Ели с аппетитом. После ужина брат и сестра долго друг с другом беседовали. Я не хотел им мешать и пошел в малую пещеру, где мне была послана постель. День 23. Погода была восхитительная. Мы встали на восходе солнца и после легкого завтрака двинулись в дальнейший путь. Около полудня остановились и сели за стол или вернее вокруг разостланной на земле кожаной скатерти. Каббалист в отрывистых фразах дал понять, что не вполне доволен своей властью над потусторонним миром. После обеда он опять стал повторять то же самое. Его сестра, понимая, что эти монологи должны наводить скуку на присутствующих, попросила Веласкеса, чтобы переменить тему разговора, продолжить рассказ о его приключениях, что тот и сделал. Продолжение истории Веласкеса. Я уже доложил вам о том, как я появился на свет и как отец мой, держа меня в объятиях, прочел надо мной геометрическую молитву и поклялся, что никогда не заставит меня учиться математике. Через шесть недель после моего рождения отец увидел входящее в гавань маленькое двухмачтовое судно, которое, бросив якоть, послало на берег шлюпку. Из нее тотчас вышел сагбенный годами старик в придворном наряде покойного герцога Веласкеса, то есть в зеленом кафтане с золотыми и багряными отворотами и висящими рукавами, опоясанные галисийским поясом и пришпаги с темляком. Мой отец взял подзорную трубу, и ему показалось, что он узнал Альвареса. Альвареса. Он не ошибся. Старик еле передвигал ноги. Отец побежал ему навстречу до самой пристани, оба упали друг к другу в объятия и от волнения не могли долго промолвить ни слова. Потом Альварес объяснил отцу, что прибыл по поручению герцогини Бланки, которая уже давно живет в монастыре Урсулинок и вручил ему письмо такого содержания. Сеньор Дон Энрике, несчастная, послужившая причиной смерти родного отца и разрушившая счастье своего суженного, осмеливается напомнить о себе. Терзаемая угрызениями совести, я предалась раскаянию, суровость которого должна была ускорить конец. Альварес объяснил мне, что смерть моя сделает герцога свободным и муж мой без всякого сомнения вступит во второй брак, конечно, более счастливый в отношении потомства, чем со мной. А оставаясь в живых, я смогу хоть закрепить за тобой наследование нашего имущества. Я поняла, что он прав и прекратила чрезмерный пост, сбросила в лосиницу и ограничила свое покаяние одиночеством и молитвой. Между тем герцог, предаваясь светским наслаждениям, почти каждый год болел. И не раз я думала, что он оставит тебя владельцем титулов и богатств, принадлежащих нашему дому. Но, видно, небо решило оставить тебя в безвестности, столь не соответствующей твоим замечательным способностям. «Я узнала, что у тебя есть сын. Если я хочу теперь жить, то единственная причина этого — желание вернуть ему те преимущества, которые ты утратил по моей вине. Тем временем я пеклась как о твоей, так и о его участи. А ладиальные владения нашего дома с древнейших времен всегда принадлежали младшей линии. Но так как ты их не требовал, их присоединили к богатствам, предназначенным мне. Тем не менее, это твоя собственность, и Альварес вручит тебе доход, полученный за 15 лет, а также примет твои распоряжения относительно дальнейшего управления ими. Обстоятельства, вызванные некоторыми чертами характера герцога Веласкеса, не позволили мне снести с тобой раньше. Господь, да пребудет с тобой, сеньор Дон Энрике. Нет дня, чтобы я не возносила покаянных молитв и не молила небо благословить тебя и твою счастливую супругу. Ты тоже молись обо мне, а на письмо не отвечай. Я вам уже говорю, какое действие оказывали на моего отца воспоминания. И вы можете себе представить, как это письмо сразу всколыхнуло их. Целый год не мог он заниматься любимым делом, только забота жены, привязанность, которую он питал ко мне, а самая главная общая теория уравнений, которой начали тогда заниматься геометры, сумели вернуть душе его силу и спокойствие. Рост доходов позволил ему увеличить библиотеку и физический кабинет. Вскоре ему удалось даже устроить маленькую обсерваторию, оснащенную прекрасными инструментами. Нужно ли говорить, что он не замедлил удовлетворить врожденную склонность творить добро? Уверяю вас, что я не оставил в Сеуте ни одного человека, который был бы достоин жалости, и которому отец мой не постарался всеми способами обеспечить приличный доход. Я мог бы привести вам целый ряд несомненно очень интересных подробностей, но ведь я обещал рассказать вам о себе и не должен сбиваться в сторону от намеченной линии. Насколько помню, первой страстью моей была любознательность. В Сеуте нет ни лошадей, ни телег, ни других таких же опасностей для детей, поэтому мне позволяли бегать по улицам, куда вздумается. Я удовлетворял свою любознательность по сто раз на день бегал в порт и обратно, входил даже в дома, в лавки, в оружейные склады, в мастерские, присматривался к работающим, путаясь среди насильщиков, расспрашивал прохожих, словом, всюду совал свой нос. Любознательность моя всех забавляла, всюду ее охотно старались удовлетворить, всюду, кроме родного дома. Отец велел построить посреди двора отдельный павильон, в котором поместил библиотеку, физический кабинет и обсерваторию. Входить в этот павильон мне было запрещено. Сначала это меня мало тревожило, но вскоре этот запрет обострил мое любопытство, превратился в могучее стрекало, толкнувшее меня на путь наук. Первой наукой, изучению которой я отдался, была та часть естественной истории, которая называлась конхологией. Отец часто ходил на морской берег, на одно место, окруженное скалами, где в штиль вода бывала прозрачная, как зеркало, там он наблюдал нравы морских животных. А если находил красивую раковину, сейчас же нес ее домой. Дети по природе своей подражатели, я невольно стал конхологом и, наверное, долго занимался бы этой отраслью наук, если бы раки, морская крапива и морские ежи не отвратили меня от этих занятий. Я оставил естествознание и занялся физикой. Отец мой нуждается в ремесленнике для замены, починки, копирования инструментов, присылаемых ему из Англии, обучил этому искусству одного пушкаря, наделенного от природы соответствующими способностями. Я почти целый день проводил у этого обученного механика, помогая ему в работе. Я набрался там многих знаний, но какой толк, если мне не хватало первого и самого главного умения читать и писать. Хоть мне исполнилось уже восемь лет, отец мой по-прежнему твердил, что довольный, если я научусь подписывать свою фамилию и танцевать царабанду. Жил тогда в Сеуте один немолодой уваженник, удаленный вследствие какой-то интриги из монастыря. Его всюду уважали. Он часто навещал нас. Почтенный пастырь, видя, что я так заброшен, сказал моему отцу, что меня необходимо обучить, по крайней мере, закону Божию, и взял на себя эту задачу. Мой отец согласился, и Падре Ансельмо под этим предлогом выучил меня читать, писать, читать. Я делал большие успехи, особенно в арифметике, в которой скоро превзошел своего учителя. По 12-му году я уже имел для своего возраста большие знания, однако остерегался обнаруживать их перед отцом, если же иногда по неосторожности мне случалось сделать это. Он тотчас кидал на меня строгий взгляд и говорил, учись сарабанди, сын мой, учись сарабанди, а все остальное брось. Оно причинит тебе одни несчастья. Тут мать делала мне знак молчать и направляла разговор в другую сторону. Однажды за обедом, когда отец опять стал уговаривать меня, чтобы я посвятил себя терпсихории, в комнату вошел человек лет тридцати, одетый по французской моде. Отвесив нам один за другим с дюжину поклонов, он хотел проделать пируэт, но при этом толкнул слугу с миской, которая в дребезги разбилась. Испанец стал бы рассыпаться в извинениях, но чужеземец нисколько не смутился, он расхохотался, а потом объявил нам на скверном испанском языке, что его зовут Маркиз де Фоленкур, что он был вынужден покинуть Францию, так как убил человека на двоели, и что он просит нас приютить его до тех пор, пока не выяснится его дело. Фоленкур еще не кончил, как отец вдруг стремительно вскочил из-за стыла и сказал «Сеньор Маркиз, ты тот человек, которого я давно ищу. Прошу тебя смотреть на мой дом, как на свой собственный, распоряжайся в нем как хозяин, а за это не откажись только немного заниматься воспитанием моего сына. Если он со временем станет хоть немного похож на тебя, ты сделаешь меня счастливейшим из отцов». Если бы Фоленкур мог догадаться, какая тайная мысль скрывается в этих словах отца, он, наверное, сделал бы кислую мину. Но он принял приглашение буквально и был им, видимо, очень доволен. Он стал держаться вдвое развязней, отметив красоту моей матери и преклонный возраст отца, который, несмотря на это, был счастлив и все время ставил его мне в пример. В конце обеда отец спросил Маркиза, может ли тот выучить меня сарабанде. Вместо ответа учитель мой покатился со смеху, а потом, успокоившись наконец после такого веселья, сообщил, что этот допотопный танец «Никто давным-давно не танцует, а танцуют только поспе и буре». При этих словах он вынул из кармана маленькую скрипицу, какие обычно носят учителя танцев, и стал наигрывать мелодию этих двух танцев. Когда он кончил, отец авторитетным тоном сказал ему «Синьор Маркиз, ты играешь на инструменте чуждом для людей благородного происхождения, и можно подумать, что ты учитель танцев по профессии, впрочем, это не имеет значения, и может быть именно благодаря этому ты сумеешь оправдать мои надежды. Прошу тебя завтра же начать занятия с моим сыном и в дальнейшем воспитать его на манер французского придворного». Фолленкур признался, что действительно семейные несчастья принудили его на некоторое время заняться ремеслом учителя танцев, что тем не менее он благородного происхождения и поэтому вполне может быть ментором для юношей знатной семьи. Было решено, что я завтра же начну брать уроки танцев и светских манер, но прежде чем перейти к событиям этого несчастного дня, я должен передать вам беседу, которая еще в этот самый вечер была у моего отца с его тестем Доном Каданцей. Она до сих пор никогда не приходила мне на память, но сейчас я вспомнил ее все и уверен, она доставит вам удовольствие. В тот день любознательность не позволила мне отойти от моего нового учителя. Я не пошел бегать по улицам, остался дома и, вертясь около отцовского кабинета, услыхал, как отец громким голосом возбужденно сказал кестью, «В последний раз предупреждаю тебя, милый кесть, если ты не бросишь своих таинственных дел и не перестанешь посылать гонцов вглубь Африки, я буду вынужден сообщить о тебе министру». «Но, милый зять», возразил Каданса, «если ты желаешь проникнуть в эту тайну, ты можешь сделать это очень легко». «Моя мать была из рода гомелесов, их кровь течет в жилах твоего сына». «Синьор Каданса», перебил мой отец, «я тут распоряжаюсь от имени короля и не имею ничего общего с гомелесами и всякими их тайнами. Можешь быть уверен, что я завтра же уведомлю министра о нашем разговоре?» «А ты, сказал Каданса, можешь быть уверен, что министр, раз и навсегда запретит тебе мешаться в наши дела». На этом их разговор кончился. Тайна гомелесов страшно меня заинтриговала. Я думал о ней весь остаток дня и часть ночи, но утром проклятый фаленкур дал мне первый урок танцев, кончившийся совершенно иначе, чем предполагал мой отец. Следствием этого урока было то, что я получил наконец возможность отдаться моим любимым занятием математикой. Тот каббалист прервал рассказ Веласкеса, объявив, что должен поговорить с сестрой кое-очем очень важным. Мы разошлись каждый в свою сторону. День двадцать четвертый. Мы снова стали блуждать по Альпухаре, наконец сделали привал и поужинав попросили Веласкеса продолжать рассказ о своей жизни. И он начал так. Продолжение истории Веласкеса. Отец пожелал сам присутствовать на моем первом уроке танцев вместе с моей матерью. Фоленкур, ободренный таким лестным вниманием, совсем забыл, что представился нам как благородно рожденный и начал пышным предисловием восхваляя хореографическое искусство, которое называл своей профессией. Затем он обратил внимание, что я держу ноги носками внутрь и постарался объяснить, что позорная эта манера совершенно неприлична для дворянина. Я вывернул ступни и попробовал так ходить, хоть это грозило потерей равновесия. Однако Фоленкур этим не удовлетворился. он заставил меня ходить на цыпочках. Наконец, выведенный из терпения, он со злостью взял меня за руку и, желая приблизить к себе, так сильно дернул, что я, потеряв равновесие, упал ничком и сильно ушибся. Вместо того, чтобы извиниться, он пришел в бешенство и пустил в ход такие неуместные выражения, которые сам осудил бы, если бы лучше знал по-испански. Привыкнув к обычной учтивости жителей Сеуты, я решил, что нельзя пропускать такие оскорбления безнаказанно. Я смело подошел к учителю танцев и, выхватив у него из рук скрипицу, разбил ее в дребезги, поклявшись, что не желая ничему обучаться у такого не вежит. Отец при этом не сказал ни слова, а молча встал, взял меня за руку, отвел в маленькую комнатку в конце двора и запер меня там, сказав, что я выйду отсюда только когда у меня появится охота танцевать. Воспитанные на полной свободе я сперва не мог привыкнуть к заключению и долго рыдал. Обливаясь слезами, я устремил взгляд к единственному окну, которое было в комнатке и начал считать оконницы. Их оказалось 26 в длину и столько же в ширину. Окно было квадратное. Я вспомнил уроки арифметики Падре Ансельмо, знания которого не простирались дальше умножения. Я помножил число оконниц в ширину окна на их число в высоту и с удивлением обнаружил, что у меня получилось подлинное количество их. Рыдания прекратились. На сердце отлегло. Я повторил подсчет, пропуская один, а потом два ряда квадратов. Раз по вертикали, потом по горизонтали, тут я понял, что умножение есть лишь многократное сложение и что поверхности также поддаются измерению, как и расстояние. Я проверил это на каменных плитах, которыми была выложена моя комнатка. И тот результат полностью подтвердил мои выводы. Больше я уже не плакал. Сердце мое колотилось от радости. Даже сейчас не могу говорить об этом без волнения. Около полудня мать принесла мне черного хлеба и кувшин с водой. Она стала заклинать меня со слезами на глазах, чтобы я уступил желанию отца и начал брать уроки у Фаленкура. Когда она кончила свои уговоры, я нежно поцеловал ее руку и попросил, чтобы она прислала мне бумагу и карандаш и больше не тревожилась о моей судьбе, так как я не желаю ничего лучшего. Мать ушла удивленная, прислала, что я просил, тогда я с несказанным пылом отдался вычислением, убежденный, что каждое мгновение совершаю самое важное открытие. И в самом деле все эти свойства чисел были для меня настоящими открытиями, так как я до сих пор не имел о них ни малейшего представления. Между тем меня стал донимать голод. Я разломил булку и обнаружил, что мать вложила в нее жареного цыпленка и кусок ветчины. Это проявление заботы подняло мое настроение. Я с воодушевлением вернулся к своим подсчетам. Вечером мне принесли свечу, и я продолжал свои занятия до поздней ночи. Утром я разделил стороны квадрата пополам и убедился, что умножение половины на половину дает в произведении четверть. Я разделил ту же самую сторону на три части и получил одну девятую. так получил я первое понятие о дробях. Еще больше утвердился в них, умножив два с половиной на два с половиной, так как помимо квадрата двух получил полосу площадью в две четвертью. Продолжая свои исследования в том же направлении, я обнаружил, что умножая данное число на самое себя и возводя произведение в квадрат, получаем тот же результат, что и умножая его число четырежды на самое себя. Все эти открытия не были выражены алгебраически, так как я не имел ни малейшего понятия об этой науке. Я придумывал специальные знаки, заимствованные от сочетаний квадратов моего окна, которые, тем не менее, отличались ясностью и приятной формой. Наконец, на шестнадцатый день, мать принесла мне обед и сказала, милый сынок, я пришла к тебе с доброй вестью, оказывается, флинкур дезертир. И твой отец, который терпеть не может дезертиров, велел посадить его на корабль и отослать во Францию. Я надеюсь, что ты скоро выйдешь из заключения. Я отнесся к этим словам равнодушно, что удивило мою мать. Вскоре после этого пришел отец, подтвердил сказанное ею, и прибавил, что написал своим друзьям Кассини и Дюйгенсу, прося их прислать ему ноты и описание танцев, принятых теперь в Париже и Лондоне. Да он и сам прекрасно помнит, что его брат Карлос поворачивался на каблуках, входя в гостиную, и твердо решил научить меня прежде всего этому. Тут отец мой заметил торчащую у меня из кармана бумагу и взял ее в руки. Сперва он страшно удивился множеству цифр и в особенности совершенно неизвестных ему знаков. Я тут же познакомил его со всеми своими занятиями. Удивление его еще более усилилось, но я заметил, что он отнесся к моим занятиям без раздражения. познакомившись с моими вычислениями, он сказал «Сын мой, если бы к этому окну, имеющему 26 квадратов в каждом из двух направлений, ты прибавил два у основания, но пожелал бы в то же время сохранить форму квадрата». «Сколько всего получилось бы квадратов?» Я ответил «Не колеблес». У меня получилось бы по вертикали и горизонтали две полосы по 52 квадрата каждая и кроме того в углу малый квадрат из четырех квадратиков, соприкасающийся с обеими полосками. Эти слова привели отца в восхищение, которое он однако постарался скрыть. Он сказал «Ну а если бы ты прибавил к основанию окна бесконечно узкую линию, какой получился бы квадрат?» Минуту подумав, я ответил «У меня получилось бы две полосы, равные вертикальной стороне окна, но бесконечно узкие, а что касается углового квадрата, он был бы так мал, что я просто не могу себе его представить». Тут отец упал на стул, сложил руки, поднял глаза к небу и сказал «Господи Боже!» Он сам догадался о законе бинома и если я не вмешаюсь, он того и гляди откроет все дифференциальное исчисление. Я испугался, увидев в каком состоянии отец. Развязал ему шейный платок и стал звать на помощь. Наконец он пришел в себя и, прижав меня к сердцу, сказал «Дитя мое, милое дитя мое, брось вычисление, учись сарабаньте, друг мой, лучше учись сарабаньте». О дальнейшем заключении моем не было и речи. В тот же вечер я обошел вокруг укрепления Сеуты, повторяя на ходу «Он сам догадался о законе бинома, он сам догадался о законе бинома». Могу смело сказать, что с тех пор я с каждым днем делал все новые успехи в математике. Отец поклялся, что никогда не будет учить меня ей. Но однажды я нашел у себя на ночном столике всеобщую арифметику Дона Исаака Невитона, и, по-моему, это отец нарочно положил ее там. Порой я обнаруживал также, что дверь в библиотеку открыто и никогда не упускал случая этим воспользоваться. Но время от времени отец возвращался к своему прежнему намерению сделать из меня светского человека и приказывал мне, входя в комнату, вертеться на пятки. При этом он напивал себе поднос какой-нибудь мотив, делая вид, будто не замечает моих неловких движений, а потом заливая слезами говорил «Дитя мое, Господь Бог не создал тебя нахалом. Жизнь твоя будет несчастливей моей». Через пять лет после моего столкновения с Фаленкуром моя мать забеременела и родила дочку, которую назвали Бланкой в честь прекрасной, хоть и слишком легкомысленной герцогини Веласкес. Хотя эта сеньора запретила моему отцу писать ей, надо было все-таки сообщить ей о рождении дочери. Вскоре пришел ответ, разбередивший старые раны, но отец уже сильно постарел и возраст притупил в нем живость чувств. после этого прошло десять лет, однообразие которых не нарушило ни одно событие. Жизнь мою и моего отца услаждали лишь новое познание, с каждым днем все более обогащавшие наши умы. Отец отказался даже от прежнего обращения со мной. поскольку я не от него научился математике, и он сделал все от него зависящее, чтобы я только умел танцевать царабанду, он, не имея за что себя упрекнуть, теперь охотно беседовал со мной, особенно о точных науках. Беседы эти обычно еще больше разжигали мой пыл и удваивали мое прилежание, но в то же время, как я уже говорил, поглощая все мое внимание, развивали рассеянность. За этот недостаток порой приходилось дорого платить. Однажды, я потом в карцер расскажу, как было дело, выйдя из Сеута, сам не знаю как, я попал к арабам. Между тем, сестра моя с каждым днем становилась все красивее и привлекательней, и мы могли бы жить вполне счастливо, если бы могли сохранить мать, которую вырвала из наших объятий неумолимая болезнь. Отец принял тогда в дом сестру покойной жены Донью Антонию Депанерас, двадцатилетнюю молодую женщину за полгода перед тем обдовевшую. Она была дочерью моего деда от второго брака. Дон Каданса, выдав дочь замуж, оказался в одиночестве и решил снова жениться, но, прожив шесть лет со второй женой, потерял и ее. От этого брака осталась девочка на пять лет моложе меня. Став взрослой, она вышла замуж за синьора Депанерас, который умер, не прожив с ней и года. Моя молодая красивая тетя постелилась в комнате моей матери и стала управлять домом. Особенно заботилась она обо мне. Раз двадцать на день входила ко мне в комнату, спрашивая, не хочу ли я шоколаду, лимонаду или чего-нибудь такого. Эти частые визиты были мне неприятны, мешая моим вычислением. Если бывало случалось, что мне не мешала Донья Антония, то это делала ее служанка. Эта девушка была тех же лет, что Донья Антония и такого же нрава. Звали ее Марикой. Скоро я заметил, что сестра моя не любит ни госпожу, ни служанку. Я разделял ее чувства. Единственной причиной, чему с моей стороны, было раздражение назойливостью этих женщин. Конечно, им не всегда удавалось помешать мне. Обычно я при появлении одной из них подставлял условные величины и только оставшись снова один, продолжал свои вычисления. Однажды, когда я был занят поисками одного логарифма, Антония вошла ко мне в комнату и села рядом со мной в кресло у стола. Она стала жаловаться на жару, скинула шаль с плеч, сложила ее и повесила на ручку своего кресла. Видя, что на этот раз она решила посидеть подольше, я прервал свои вычисления на четвертой средней пропорциональной и стал размышлять о природе логарифмов и о невероятном труде, который составление таблиц потребовало, наверное, у знаменитого барона Непера. Тогда Антония, чтобы оторвать меня, встала, закрыла мне глаза руками и сказала «Посмотрим, сможешь ли ты теперь вычислять сеньор геометр». Слова тети показались мне прямым вызовом. Так как я последнее время много занимался таблицами логарифмов и знал их, можно сказать, наизусть, мне пришла в голову мысль разложить число, логарифм которого я искал на трясом ножителя. Я нашел три таких логарифма, которые мне были известны, поспешно сложил их и вдруг вырвавшись из рук Антонии написал весь логарифм полностью до десятой цифры. Антония страшно на это рассердилась и ушла, бросив с возмущением «какие глупцы эти геометры». Может быть, она хотела этим сказать, что мой метод неприменим к простым числам, так как они делятся только на единицу? В этом отношении она была права. Однако мой метод был удачен, и я, безусловно, не заслуживал названия глупца. Вскоре после этого пришла ее служанка Марика, которая тоже хотела подразнить меня, но я был так взбешен замечанием ее госпожи, что без всяких церемоний выпроводил ее. Тут я подхожу к тому периоду своей жизни, когда я дал своим мыслям новое направление, сосредоточив их на одной цели. Вы найдете в жизни каждого ученого такое мгновение, когда он потрясенный истиной какого-нибудь положения изучает его следствия и возможное применение, развивая его в упорядоченную систему. В такое время он удваивает смелости усилия, возвращается к исходному пункту и восполняет недостатки первоначальных понятий, размышляет над каждым положением в отдельности, рассматривает его со всех сторон, потом соединяет их все вместе и приводит в порядок. Если даже ему не удастся построить систему или удостовериться в истинности найденного им положения, то во всяком случае он становится мудрее, чем когда приступал к работе и приобретает определенные знания о возможности, которых ранее вовсе не подозревал. И для меня наступила такая минута, обстоятельство же, которое натолкнуло меня на это, было такое. Однажды вечером, когда я после ужина только что кончил решение очень сложной задачи из области дифференциального исчисления, ко мне пришла тетя Антония в одной рубашке. Милый племянник, сказала она, свет у тебя в комнате не дает мне уснуть. Я вижу, что математика прелестная наука и хочу, чтобы меня ей научили. Не видя иного выхода, я согласился. Взял доску и объяснил ей две аксиомы Эвклида. Только что хотел перейти к третьей, как Антония вдруг вырвала у меня доску и закричала «Несносный педант! Неужто и математика до сих пор не научила тебя, откуда берутся дети?» Сперва эти слова показались мне неуместными, но подумав, я пришел к мысли, что она, видимо, хотела узнать у меня нет ли общей формулы, которая соответствовала бы всем способам размножения существующим в природе от кедра до водорослей и от кита до живых существ, видимых лишь в микроскоп. Тут я вспомнил свои наблюдения над несходством умственного развития у животных, причину которого находил в различии способов размножения в нисходных условиях развития зародыша и в неодинаковой пище. Это различие в умственном развитии, выраженное восходящими или нисходящими рядами, вернуло меня опять в область математики. Одним словом, мне пришло в голову отыскать общую формулу для всего животного царства, определяющую деятельность одного и того же рода, но разной ценности. Воображение мое разыгралось, я решил, что сумею установить геометрическое место и границу каждого нашего понятия и каждое вытекающее из этих понятий деятельности, короче говоря, применить математическое исчисление ко всей системе природы. Измученный напором мыслей, я почувствовал потребность подышать свежим воздухом. Вышел на крепостной вал и обежал вокруг города три раза сам, не зная, что делаю. Наконец, я немного успокоился. Уже начало светать, надо было записать кое-какие выводы и записывая на ходу, я направил свои шаги к дому, то есть, вернее, у меня было такое впечатление, что я иду к дому. А получилось совсем не то. Вместо того, чтобы повернуть направо от выступающего вперед бастиона, я пошел налево и через паттерну для вывозок вышел ко рву. Еще не совсем расцвело, было плохо видно, что я пишу. Мне хотелось скорее домой, я ускорил шаги, уверенный, что иду в нужном направлении, тогда, как на самом деле, шел по скату для переброски орудий во время вылазки и находился уже на предполье крепости. Но я вовсе не замечал своей ошибки. Не обращая никакого внимания на окружающие предметы, я бежал, не останавливаясь, выводя каракули на табличках и все время удаляясь от города. Наконец, измученный сел и совсем погрузился в вычисления. Через некоторое время я поднял глаза и увидел, что нахожусь среди арабов, но так как я немножко знал их язык, довольно распространенный в Сеути, я сказал им, кто я и попросил, чтобы они отвели меня к моему отцу, который не применит дать им щедрый выкуп. Слово выкуп всегда приятно ушам арабов. Окружив меня, они повернулись с улыбкой к вождю племени, видимо, ожидая от него ответа, судящего им богатую поживу. Шейх долго размышлял, степенно поглаживая бороду. Потом сказал, слушай, молодой Назарей, мы знаем твоего отца как человека богобоязненного. Слышали кое-что и о тебе. Говорят, ты такой же добрый, как твой отец, только Господь Бог отнял у тебя часть твоего разума. но пускай это тебя не огорчает. Бог велик и дает людям или отнимает у них разум по своей воле. Помешанные живое доказательство могущества Божьего и ничтожества разума человеческого. помешанные не ведающие ни зла ни добра изображают нам былое состояние человеческой невинности. Они стоят на первой ступени святости. Мы называем их марабутами, как наших святых. Все это составляет основу нашей веры, и мы совершили бы грех, потребовав за тебя выкуп. Мы отведем тебя на ближайший испанский форпост со всем уважением и почетом, какие подобают оказывать подобным тебе. Признаюсь, речь шейха привела меня в великое смущение. Как же так, подумал я, для того ли я, следуя логику и ньютону, дошел до крайних пределов человеческого познания, и сделал несколько уверенных шагов в безднах метафизики, поверяя основы первого с помощью расчетов второго, чтобы меня после этого объявили помешанным? Причислили к существам, едва ли принадлежащим к роду человеческому, пропади пропадом дифференциальное исчисление и всякое интегрирование, на которое я возлагал все свои надежды. С этими словами я схватил таблички и разбил их в дребезги, потом, придя в еще больше отчаяния, закричал, «Ах, отец мой, ты был прав, желая учить меня сарабанде и всяким пошлостям, какие только напридумывали люди». После чего стал невольно повторять некоторое движение сарабанды, как обычно делал мой отец, вспоминая свои прежние несчастья. Между тем арабы, видя, что я разбил таблички, на которых только что с таким рвением писал и начинаю танцевать, с благоговением и состраданием закричали, «Хвала Господу, велик Господь, андулах, Аллах, Кирим!» Потом ласково взяли меня за руки и отвели на ближайший испанский форпост. Когда Веласкес дошел до этого места, он показался нам страшно угнетенным и рассеянным. Видя, что ему трудно продолжать повествование, мы попросили его отложить это до завтра. День двадцать пятый. Мы продолжали свой путь среди живописной, но пустынной местности. При переходе через одну гору я отдалился от каравана и мне показалось, будто я слышу стоны в глубине густо заросшей долины, тянущейся вдоль дороги, по которой мы ехали. Стоны усилились. Я спешился, привязал лошадь, обнажил шпагу и пустился в чащу. Чем ближе я подходил, тем, казалось, дальше удаляются стоны. В конце концов, я вышел на открытое место, где оказался среди восьмерых или десятерых людей, вооруженных мушкетами, нацеленными на меня. Один из них крикнул, чтобы я отдал ему шпагу. Вместо ответа я кинулся к нему, чтобы пронзить его насквозь, но он положил мушкет на землю, словно сдаваясь, и предложил мне капитулировать, требуя от меня каких-то обещаний. Я ответил, что не стану ни капитулировать, ни давать никаких обещаний. В эту минуту послышались крики моих спутников, звавших меня. Главарь Шайки, наверное, я не ошибся, сказал мне, сеньор кавалер, тебя зовут, мы не можем ждать ни минуты, через четыре дня изволь оставить табор и ступай по направлению на запад. Ты встретишь людей, которые сообщат тебе важную тайну. Стоны, которые ты слышал, были только хитростью, чтобы заманить тебя к нам. Не забудь же явиться вовремя. После этого он сделал легкий поклон, свистнул и исчез вместе с товарищами. Я присоединился к каравану, но ни почем нужным рассказывать о своей встрече. Мы рано прибыли на ночлег и после ужина попросили Веласкеса довести свой рассказ до конца, что он и сделал, начав так. Продолжение истории Веласкеса. Я рассказал вам, каким образом, рассматривая общий порядок мироздания, решил, что нашел математические отношения, никому до то ли неизвестные. Сказал и о том, как моя тетя Антония своим нескромным и неуместным вопросом заставила мои мысли собраться как бы в фокус и упорядочиться в систему. Описал наконец и то, как принято из-за помешанного я испытал падение с высшей точки духовного взлета на самое дно безразличия. Теперь признаюсь, что это состояние угнетения было долгим и мучительным. Я не решался поднять глаза на людей. Мне все казалось, что ближние мои сговорились, чтобы меня отталкивать и унижать. С отвращением глядел я на книги, доставившие мне столько отрадных минут. Теперь я видел в них только бессмысленный набор слов. Не притрагивался я больше к табличкам, не производил вычислений. Нервы моего мозга расслабли, утратили всю свою упругость, и у меня больше не было сил мыслить. Отец заметил мою подавленность и стал допытываться причины. Я долго упорствовал, но в конце концов повторил ему слова арабского шейха и рассказал о скорби, оттерзающей меня с того мгновения, как меня назвали помешанным. Отец повесил голову и горько заплакал. после долгого умолчания он устремил на меня взгляд полный соболезнований и сказал «Ах, сын мой, тебя только принимают за помешанного, а я на самом деле был им целых три года. Твоя рассеянность и моя любовь к бланке это не главные поводы наших неприятностей. Беды наши имеют более глубокие корни». Природа бесконечно изобретательная и разнообразная в своих проявлениях любит попирать свои самые твердые правила. Так, личный интерес является рычагом всякой человеческой деятельности, но вместе с тем среди массы людей порой встречаются исключения, которым корыстолюбие чуждо. Они направляют поток своих мыслей и стремлений вовне. Одни питают страсть к наукам, другие к общему благу. Они поддерживают чужие открытия, как будто сделали их сами. Или спасительные для государства законы, как будто сами имеют от них пользу. Привычка забывать о самих себе решает их участь. Они не умеют смотреть на людей, как на средства для достижения своего благополучия, а когда успех стучится к ним в дверь, они не помышляют о том, чтобы открыть ее. Но мало таких, которые умеют забыть о самих себе. Ты найдешь корысть в советах, которые тебе будут давать, в услугах, которые тебе будут оказывать, в знакомствах, которых ищут, в дружеских связях, которые устанавливают. проникнутые личным интересом, хотя бы самым отдаленным, они равнодушны ко всему, что их не касается. Встретив на своем пути человека, который ставит свой личный интерес ни во что, они не могут его понять, объясняют это всякими задними мыслями, лицемерием или безумием, исключают такого человека из своей среды, объявляют подлецом, ссылают на пустынные африканские скалы. Сын мой, оба мы принадлежим к этому проклятому племени, но и нам ведомы наслаждения, о которых я должен тебе сказать. Я ничего не жалел, чтобы сделать из тебя вертопраха и глупца, но небу неугодны были мои усилия, и оно одарило тебя чувствительной душой и ясным разумом. Я обязан открыть тебе радости нашего житья-бытия. Они не шумны и не играют мишурным блеском, но чисты и упоительны. Как был я счастлив в тайне когда Дон Исак Ньютон похвалил одну из моих безымянных работ и захотел непременно узнать автора. Я не нарушил своего инкогнито, но ободренный для новых усилий обогатил свой ум множеством до то ли неизвестных мне понятий, был переполнен ими, не мог удержать их в себе, выбегал из дому, чтобы провозгласить их скалом Сеуты, вверял их всей природе и приносил в жертву Творцу. Воспоминания о моих мучениях примешивало к этим возвышенным чувствам вздохи и слезы, которые тоже томили меня небесприятности. Они напоминали мне, что вокруг меня несчастье, которое я могу облегчить. Я роднился мыслью с замыслами проведения, с делами зиждителя, с успехами человеческого духа, мой ум, моя личность, моя судьба не представлялись мне как нечто частное, а входили в состав единого великого целого. Так прошел возраст пылких порывов, после чего я опять понял самого себя. Нежные заботы твоей матери сто раз на день убеждали меня в том, что я единственный предмет ее привязанности. Дух мой, да то ли замкнутый в самом себе, стал доступен чувству благодарности, сладостному ощущению трогательно дружной совместной жизни. Мелкие события детских лет твоих и твоей сестры поддерживали во мне огонь сладчайших душевных волнений. Теперь мать твоя живет только в моем сердце, и разум мой обессиленный возрастом не может ничего прибавить к сокровищнице человеческого знания. Но я с радостью вижу, как сокровищница эта с каждым днем все больше пополняется, и я мысленно слежу за этим ростом. Занятие, связующее меня с общим умственным движением, не дает мне думать о бессилии, печальном спутнике моего возраста, и я пока еще не знал скуки жизни. Так что видишь, сын мой, что и у нас есть свои радости. А если бы ты стал вертопрахом, как я того желал, у тебя были бы свои огорчения. Альварес, когда был здесь, рассказывал мне о моем брате, и его рассказ возбуждал скорее жалость к нему, нежели зависть. Герцог, говорил, он прекрасно знает двор, легко расплетает любые интриги, но всякий раз, желая устремиться к высшим чинам, он чувствует, что нет у него крыльев для полета. Он был послом, и, говорят, представлял своего короля и господина со всем подобающим достоинством, но при первом же осложнении его пришлось отозвать. Тебе известно также, что он входил в кабинет министров и исполнял свои обязанности не хуже остальных, но, несмотря на все старания подчиненных, стремившихся по мере возможности облегчить его задачу, не справился со своими обязанностями и вынужден был уйти в отставку. теперь он уже окончательно потерял всякое влияние и вес, но у него есть способности придумывать пустяшные поводы, которые позволяют ему приближаться к трону и показывать всему свету, что он в фаворе. При всем том его томит скука. У него столько возможностей избавиться от нее, но он постоянно изнемогает под железной дланью этого чудовища. Правда, он высвобождается от нее, занимаясь самим собой, но это повышенное себелюбие сделало его таким раздражительным при малейшем противоречии, что жизнь стала для него тяжестью. Между тем частые болезни говорили ему о том, что этот единственный предмет его забот может легко выскользнуть у него из рук, и эта мысль отравила все его наслаждения. Вот, собственно, все, что рассказал мне о нем Альварес. И я сделал отсюда вывод, что я в своей безвестности был, может быть, счастливее, чем мой брат среди отнятых у меня жизненных благ. Тебя, милый сын мой, жители Сеуты считают слегка помешанным. Это следствие их темноты. Но если ты когда-нибудь отправишься в свет, тогда только узнаешь ты несправедливость человеческую, и против нее придется тебе вооружиться. Найлучшим средством, может быть, было бы противопоставить оскорбление оскорблению и клевету клевете, то есть сразиться с несправедливостью ее собственным оружием, но умение бороться нечестными средствами не свойственно людям нашего сорта. и ты почувствовав себя притесненным отедизом вниз в себе, насыщайся богатствами своего собственного духа, и тогда вновь обретешь счастье. Слова отца сильно на меня подействовали. Я опять ободрился и возобновил работу над своей системой. Тогда ты начала с каждым днем усиливаться моя рассеянность. Я редко слышал, что мне говорят за исключением последних слов, которые глубоко врезались мне в память. Отвечал я правильно, но почти всегда через час либо два после того, как спросили. Часто также направлялся я неизвестно куда и правильно бы сделал, если бы ходил с поводырем подобно слепцу, но все эти несуразицы длились лишь до тех пор, пока я более или менее не упорядочил свою систему. После этого, чем меньше уделял я внимания работе, тем с каждым днем все меньше впадал в рассеянность и теперь смело могу сказать, что почти совсем вылечился. Мне оказалось, сеньор, промолвил каббалист, что иногда ты еще впадаешь в рассеянность. Но раз ты утверждаешь, что вылечился, позволь мне первым тебя поздравить. Сердечно благодарю, ответил Веласкес. Не успел я заключить построение своей системы, как одно непредвиденное обстоятельство так изменило мою судьбу, что теперь мне будет трудно, не говорю, создать систему, но хотя бы посвятить жалкие десять-двенадцать часов подряд просто вычислению. Коротко сказать, не бы было угодно, чтобы я стал герцогом Глазки с испанским грандом и владельцем огромного состояния. Как же это, герцог, перебил Ревекко, ты упоминаешь об этом как о чем-то побочном в своем жизни описание, я думаю, любой другой на твоем месте, начал бы с сообщения об этом, я согласен, возразил Веласки что это коэффициент умножающий личные достоинства, но я подумал, что о нем не надо упоминать, пока к нему не подведет ход событий. Вот что мне осталось еще сообщить. Четыре недели тому назад в Сеуту приехал Диего Альварес, сын того Альвареса, с письмом от герцогини Бланки к моему отцу. Письмо было следующего содержания. Сеньор Дон Энрике, из этого письма ты узнаешь, что, наверное, Бог скоро призовет к себе твоего брата, герцога Веласкиса. Закон испанского дворянства не позволяет, чтобы ты наследовал после младшего брата, поэтому имущество и титулы переходят к твоему сыну. Я счастлива, что после сорока лет раскаяния я смогу вернуть ему богатства, которых лишило тебя мое легкомыслие. Правда, я не могу вернуть тебе славу, которую ты приобрел бы благодаря своим способностям, но оба мы теперь стоим у порога вечной славы, и земная уже не может нас интересовать. В последний раз прости грешную Бланку и пришли к нам сына, которого тебе даровало небо. Герцог, у адра которого я сижу вот уже два месяца, хочет видеть своего наследника. Бланка Веласкис. Должен признаться, письмо это очень обрадовало всех жителей Сеуты, так они любили меня и моего отца, но я был далек от того, чтобы разделить общее веселье. Сеута была для меня целым миром. Я выходил за ее пределы только мысленно, утопая в мечтах. Если же когда-нибудь кидал взгляд за рвы на широкую равнину, населенную Маврами, то смотрел на нее просто как на пейзаж. Так как мне нельзя было ходить туда гулять, мне казалось, что эти обширные пространства созданы только для обозрения. И что бы я стал делать в другом месте? Во всей Сеуте не было такой стены, на которой я не нацарапал бы какого-нибудь уравнения, такого угла, где не предавался бы размышлениям, результаты которых переполняли меня радостью. Правда, мне надоедали порой тетя Антония и ее служанка Марика, но какое значение имели эти мелкие неудобства по сравнению с тем, на что я был обречен в будущем. Без долгих раздумий, без вычислений, я не представлял для себя счастья. Вот какие мысли были в голове моей, когда я покидал Сеуту. отец проводил меня до самого берега и там возложив руки мне на голову, благословив меня, сказал, сын мой, ты увидишь Бланку. Она уже не прежняя дивная красавица, которая должна была составить гордость и счастье твоего отца. Ты увидишь черты, разрушенные возрастом, искаженные раскаянием. Зачем только так долго оплакивала она ошибку, которую отец давно ей простил. А что касается меня, я никогда не жалел о происшедшем. Правда, я не служил королю в почетной должности, но зато за 40 лет проведенных среди этих скал содействовал счастью нескольких порядочных людей. Они всецело обязаны благодарностью Бланке, часто слышали о ее добродетели и все благословляют ее. Отец мой больше не мог говорить, слезы заставили его замолчать. Все жители Сеуты пришли меня провожать. Во всех взглядах можно было прочесть печаль расставания, смешанную с радостью, вызванной известием о такой блестящей перемене моей судьбе. Мы подняли паруса и на другой день высадились в порту Алхесирис, откуда я отправился в Кордову и дальше на ночлег в Андухар. Тамошний трактирщик рассказал мне какие-то необычайные истории о духах и оборотнях, которые я совсем не слушал. Я переночевал у него и на другой день рано поехал дальше. Со мной было двое слуг. Один ехал впереди меня, другой позади. Угнетенный мыслью, что в Мадриде у меня не будет времени для работы, я достал свои таблички и занялся вычислениями, которых еще не хватало в моей системе. Я ехал на муле, ровный широкий шаг, которого буду приятствовал этому занятию. Не помню, сколько времени провел я таким образом, как вдруг мул мой остановился. Я находился у подножия виселицы с двумя повешенными, чьи лица казалось кривились, наполняя меня ужасом. Оглянувшись по сторонам, я не увидел ни одного из моих слуг. Стал изо всех сил звать их, но напрасно. тогда я решил ехать дальше прямой дорогой, открывавшейся передо мной. Уже наступила ночь, когда я подъехал к трактиру, просторному, хорошо построенному, но заброшенному и пустому. Я поставил мула в конюшню, вошел в дом, где увидел остатки ужина, а именно паштет из куропаток, хлеб и бутылку аликанты. Во рту у меня с самого андухара не было маковой росинки, и я решил, что голод дает мне право на паштет, оставшийся по какой-то причине без владельца. К тому же мне страшно хотелось пить, и я залил жажду, правда, может быть, слишком порывисто, так что вино ударило мне в голову, но я заметил это слишком поздно. В комнате стояла недурная постель, я разделся, лег и заснул. Вдруг, не знаю, из-за чего я проснулся и услыхал, как часы пробили полночь. Я подумал, что неподалеку, наверное, какой-нибудь монастырь, и решил сходить туда завтра. Вскоре после этого послышался шум во дворе. Я подумал, что это вернулись мои слуги, но каково было мое удивление, когда я увидел на пороге тетю Антонию вместе с ее наперсницей Марикой. Последняя несла фонарь и две свечи, а тетя держала в руке бумажный свиток. Милый племянник, промолвила она, твой отец прислал нас сюда, для того, чтобы мы вручили тебе важные документы. Я взял свиток и прочел надпись доказательства квадратуры круга. Мне было хорошо известно, что отец мой никогда не занимался этой мнимой проблемой. С удивлением развернул я свиток, но тут же с возмущением обнаружил, что воображаемая квадратура круга не что иное, как известная теория динострата, пополненная доказательством, в котором я узнал руку моего отца, но не его голову. В самом деле мне было ясно, что приведенные доказательства только жалкие паралогизмы. Между тем тетя моя обратила мое внимание, что я занял единственную находящуюся в комнате постель и попросил уступить ей половину. Я был так удручен мыслью о том, что мой отец мог впасть в такое заблуждение, что не слушал того, что она мне говорит. Машинально подвинулся, чтобы дать ей место, в то время, как Марика села у меня в ногах, положив голову мне на колени. Я снова углубился в рассмотрение доказательств, и не то аликанта ударила мне в голову, не то зрение мое было околдовано, только сам не понимаю, как это случилось. Доказательства показались мне не столь ошибочными, а после третьего просмотра я был совсем убежден в их правильности. Перевернув страницу, я увидел целый ряд необычайно сложных формул, предназначенных для квадратур и спрямления всякого рода кривых. Наконец, увидел задачу об изохроне, решенную средствами элементарной геометрии. Удивленный, счастливый, сбитый с толку, видимо, под действием Аликанте, я воскликнул, да, отец мой сделал открытие первостепенной важности. В таком случае, сказала моя тетя, ты должен поблагодарить меня за труд, ведь я переплыла море, чтобы доставить тебе эти каракули. Я и обнял. Ай-я-я-я, воскликнула Марика, разве я не переплывала море? Я обнял и Марику. Мне хотелось снова заняться бумагами, но обе мои собеседницы так крепко стиснули меня в объятиях, что невозможно было вырваться. Правда, я и не стремился к этому, так как мной овладели какие-то странные чувства. Новое ощущение начало распространяться по всей поверхности моего тела, особенно в местах, соприкасающихся с обеими женщинами. Мне пришли на ум некоторые свойства кривых линий, называемых аскулирующими. Примечание «аскулатио» по латыни «поцелуй». Эти линии называют также соприкасающимися. Я хотел дать тебе отчет в испытываемых мной впечатлениях, но все мысли улетучились у меня из головы. Чувства мои вытянулись в прогрессию, возрастающую до бесконечности. Потом я заснул и с ужасом проснулся под виселицей, на которой болтались два висельника с перекошенными лицами. Такова повесть моей жизни, в которой не хватает только изложения моей системы или применения математики к общему устройству мироздания. Однако я надеюсь, что когда-нибудь познакомлюсь с ней и вас, особенно ту прекрасную сеньору, которая, кажется, имеет склонность к точным наукам, редкую у особ ее пола. Приветливо ответив на эту любезность, Ревекка спросила Веласкеса, что стало с бумагами, которые принесла ему тетка. «Не знаю, куда они делись», — сказал геометр. «Я не нашел их среди бумаг, принесенных мне цыганами, и очень жалею об этом, хотя уверен, что, просмотрев еще раз это мнимое доказательство, сейчас же обнаружил бы неправильность. Но, как я уже говорил, во мне слишком буйно играла кровь. Аликанте, эти две женщины и неодолимая сонливость были, наверное, причинами моей ошибки. Но удивительно, что рука была отцовская, в частности, способ начертания знаков, характерный для него. Меня поразили слова Веласкеса, особенно то, что он не мог преодолеть сонливость. Я догадался, что ему, наверное, дали вино, подобное тому, которым угощали меня мои родственницы в Венте во время первой нашей встречи, или же отраву, которую мне велели выпить в подземелье, и которая на самом деле оказалась только снотворным питьем. Общество разошлось. Ложась спать, я обдумывал пришедшие мне в голову доводы, с помощью которых, казалось мне, я сумею найти естественное объяснение всему, что со мной произошло. Занятый такого рода мыслями, я заснул.